Доброго времени суток, мои приятные молодые люди! Меня зовут Ильдар, и вы на канале Приятный Ильдар. Вы знаете, я умирал от одиночества. Мне было гру... Если ты не будешь поясничать дальше, я тебя выгоню на улицу, и ты снова будешь есть картон, который ты до этого ел. Ну я не картон. А что ты ел? Я потом скажу тебе отдельно, после видео. Так вот, я начал умирать от одиночества. Мне стало очень грустно. И я решил, что пришло то самое время, когда я могу наконец-то завести друзей. Но нет! Я решил позвать Женю. Это Женя. Поздоровайся, Женя. Приятного! Ой, доброго! Меня зовут Евгений. Как тебя зовут? Женя. Его зовут... Не надо Евгения, он не такой официально, как кажется. Это просто Женя. Возможно, вы где-то могли видеть меня на просторах интернета. Это никого не интересует. Тебя никто нигде не видел. Тебя никто не знает. Ты кто? Да видели меня люди. Вы же меня видели? Вот, ты сидишь сейчас. Не, по-любому, меня кто-то видел. Так вот, короче, мы с Женей давным-давно познакомились. Еще в 2016 году, когда я приезжал в Санкт-Петербург. Была сходка. Ты пришел, маленький, зеленый, 18-летний человек. Я, ну, реально зеленый, типа сопли какие-то висели. Грязный весь такой. Болотная тварь такая чистая. Да, я был в руке с картоном, естественно. Ничего не поменялось. Ты у Санкт-Петербурга пришел, да. Ой, говорит, я вообще ничего не понимаю. Ну, я уже, кстати, тогда был выше его. То есть я 193, он 182. Да. Делайте выводы, как говорится. Он постоянно давит на больное, скажем так. Ну, меня рано просто позавчера порезался. Первым делом, когда он меня увидел, сразу нажал на нее. У него есть комплекс. Я вам говорю серьезно. Какой? Я сначала думал, это шутка. Так. Я думал, он высокий. 182. Это очень маленький рост. Так вот. Я хочу историю рассказать, ты меня перебиваешь. Рассказывай историю. Я сейчас пойду подушку возьму, чтобы мы на одном уровне были. Давай, пожалуйста, не поясни, рассказывай реально нормально все. Хорошо. Так вот, мы познакомились с ним, пришла вот эта маленькая штучка, какая-то на двух ножках прибежала, вот, мы начали общаться, прикольный чувак, вот, написал мне иногда в Инстаграме, скидывал нюцы, вот этот вот свой 6-сантиметровый. Картонкой все прикрыл, я всегда с картонкой по жизни. У него, знаете, размер картонки был как от спичечного коробка, вот такой вот тип. Как же это очевидно. Да, да, да. Да, именно спичечного коробка, хорошо. С учетом того, что я 193, спичечный коробок. Это опять же говорит о его комплексе. А будут какие-то пруфы? А я видел. Так вот. А вот на этом уже можно и попадать. Короче, мы с Женей общались, прикольный мальчик, интересный, веселый. Но в какой-то момент он мне начал говорить, типа, а можешь мне подкинуть идеи, типа, что снимать? И на этом я решил, что пришло время прекратить общение, потому что каждый второй человек у меня в мире спрашивал, что же можно снимать. И как-то мы прекратили общение на одно время, а потом он завел свой Инстаграм. И это очень неприятно, когда вот у него пошел рост, я понимаю, что он перестает отвечать, и вот это стандартный, короче. Ну да, типа, я решил его немножко заигнорить, но, короче, у него начал расти Инстаграм. Немножко, на три года. Начали появляться подписчики, какие-то видео начали хайповать. И сколько сейчас подписчиков у тебя там? 245. Здесь 45 тысяч человек смотрят этого прекрасного молодого человека, вот. И я увидел, получается, его какой-то видос, какой-то у тебя хайпанул прикольный этот пранк или что там. Не пранк, а социалка, вроде на социалке. Там социальное видео, и типа, в конце все очень нестандартно, и типа, прикольно получилось. Короче, я ему потом сам написал, типа, его прикольный видос. Возможно, просто люди знают по лайфхакам, потому что набрали-то они больше всего. Мне социальные видосы твои нравились больше, они реально прикольные. А он вообще заблокировал мою ленту в Инстаграме, он не смотрит ничего. Ну, чтобы не расслаблялся. Я ему сам написал, говорю, прикольные ролики, и как-то вот мы начали общаться, то есть все пятое-десятое, и вот Женя приехал в Минск пописать видосы. Я его позвал, это прикольно. Как увидел, что я такой высокий, начал расти, сразу ответил, совпадение. Ну, я просто понял, что выше я никогда не стану, а как бы Женя может меня на руки взять. Возможно, я стану повыше, вот. А еще он недавно расстался с женщиной, ему очень грустно, и он хотел бы поддержки женской, чтобы тебя, наконец-то, хоть какая-то девчонка охомутала. Да, хотя бы одна хоть что-то написала бы. Да, можете написать ему, пожалуйста, хоть что-то, какие-то пару приятных слов, я вас умоляю. Да ладно, не надо. Именно поэтому, так тихо, ну, это правда, реально, человек расстался, ему грустно, как в песне поется. Женя расстался с тёлкой. Мне пиздец хуёло. Вот. Ты вспомнил, б***ь. Поэтому, специально для Жени, я выбрал шоу Половинки, ты же наверняка смотрел некоторые мои обзоры. Я еще давно, ну, в шестнадцатом году делал. Но я выбрал сейчас видео, которое я сам не смотрел и хотел бы его взглянуть с тобой. Также, ребята, я вам хочу сказать следующее. Прямо сейчас намотайте себе на ус, либо на какие-то другие части тела намотайте. Возможно, на колени. На колени, ну, куда угодно, куда наматывается, туда и мотаете. Смотрите, сейчас у меня на канале вышел ролик Половинки, правильно? А у тебя на канале какой ролик вышел? Тоже? Половинки. Половинки. Там очень интересно, там буду я, Женя, он реально смешной чувак, его надо поддержать. Они сейчас не поймут, сейчас многие будут сидеть, это классика, такие, типа, Эльдар, давай лучше один, давай один. Но вы все останетесь, поверьте мне. Вы все останетесь. Я вам обещаю. Я обещаю, я вам понравлюсь. Приходите с них заразительнее? Ой, я не могу. Слушай, когда смешно, тогда смешно. Вот реально, если ты будешь не смешно шути, я буду просто молчать. Я буду нем, как рыба, я буду как маме, мумия. Мне нравится, как он слова произносит, типа, я буду нем, как рыба, я буду мам, как му... Че ты искал? Маме, типа, мумия с английского. Буду как маме. Ты моя маме. Маме, ты же моя маме, маме. Мы же с тобой вместе летали. Вгипет летали. Вгипет, блядь. Маме, мумия, типа, смешно. Нормально, да, но это, по-моему, ржачно, реально. Поэтому, ребята, обязательно досматриваем этот ролик до конца, переходим на канал Жени и смотрим вторую часть. Ну, точнее, вторую часть. Там будет какой-то другой ролик, прикольный, половинки, будем смотреть, смеяться, веселиться. И я, кстати, еще забыл сказать, это я еще пока что не раскрепостился. То есть, есть во мне некие зажимы. А почему у тебя зажимы? Ты стесняешься. Не, не то, чтобы стесняюсь. Ты же такой весь пранкер прикольный, смешной в инстаграме. Потому что это, знаешь, я привык снимать всегда один, а тут я сижу с чуваком, у него больше подписчиков, сколько на тысяч 60. И я понимаю, что типа у него... Да, плюс-минус. Плюс-минус, да. Поэтому такая история, ребята. Начинаем смотреть половинки. Легендарное шоу. Поехали! Меня зовут Горденко Евгений, а у меня 29 лет. У меня большие губы. У меня... У меня, блядь, просто по дефолту сразу плюс. У меня большие губы. Типа, какие у вас достижения в жизни? У меня большие губы. Я закончил, знаешь, там, аспирантуру. Я там разработал процессор. Сделал, сделал некое программное обеспечение для той иной компании. У меня большие губы, блядь. Все, завязали на этом. Так, красивая большая грудь. У меня сейчас параметры 91, 62, 90. По-любому она хотела бы 90, 60, 90. И она вот, ну, чуть-чуть, типа 91, 60, что там было? Короче, типа вот такие, никакие они такие. Она так говорит, будто бы она просто на кастинг Тимати, знаешь, записывается на холостяк. У меня параметры 91, 60, 90, и у меня губы, у меня сиськи. Просто когда она сказала про губы, я думаю, неужели она скажет дальше про грудь, и она реально говорит грудь. Так это было логично, типа. Ну, логично, просто я думал, что не настолько это, блядь. Я что, она должна была сказать? Типа, у меня накаченные губы, я разбираю карбюратор, там, типа. Типа, что ты должна была сказать? Какая карбюратор? Типа, что она должна была сказать? Непонятно. Я считаю себя привлекательной девушкой. Она просто сделана от нуля до ста, просто все сделана. Ну, мне, кстати, я скажу, мне волосы такие не нравятся категорически. Вот просто, когда не есть на голове у женщин, тебе не нравятся волосы. Я люблю лысых. Нет, стоп, подожди. А че ты смеешься? Ты просто не пробовал еще. А что ты себе делал, лизал, типа, пот солененький. Прикольно. Ну, нет, просто прикольнее, наверное. Лали, трогаешь голову. Похож? Похож? Нет, стоп. Похож на дружку? Подожди, ты можешь вот сейчас, без шуток, смотри, она сделала грудь и губы. И все стандартно. Но волосы, как будто, знаешь, денег не хватило на волосы. Это я сейчас не высасываю из себя, реально. Тебе не кажется, что это волосы немножко не очень? Такое ощущение, будто бы она, знаешь, типа, две брошюры из протестантской церкви. Да, 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 просто что-то висят, блядь, у тебя в джунглях. Категорически. Так что ты можешь сказать? Можешь есть пару бьюти-советов дать? Как ухаживать за волосами, что делать? Там, кератин, смазки, хотел сказать, смазки, лаки, ой, какие лаки, блядь. Мазут есть, мазут. Мазут. Используй, пожалуйста. Подожди, реально, есть маски для волос, вот я и девушке советую 100% сделать. Реально, вы понимаете, не высасываем, посмотрите на эти волосы, что это за пакли, блядь. Девушки же тебя больше всего смотрят, как у меня, да? Да. Девушки, реально, я уверен, вы согласитесь, что волосы менять надо срочно. Может быть, у нее просто укладка такая неудачная. Я предлагаю, кстати, все оставшиеся 40 минут именно волосы обсудить. Да, кстати, это неудачная укладка, я считаю. И укладка неудачная, и... Да вообще она неудачная по жизни. Сейчас уже ноготь. Слушай, ну... Такое выражение. Вовремя. Стоп-кадр топовый, чувак такой типа, вау, женщина, да, глупо накачанная. Кстати, лысый, как тебе нравится. У меня девушки лысый нравится. Лопарки какие-то? Кстати, у нее татуировка на ноге, скажи, реально, без шуток, как относишься к татуировкам на ноге. А у меня должно быть с ним какое-то отношение? Почему мне не нужно? Тебе не кажется, что... А, тебе все равно? Ну, мне еще просто не очень нравится. А, тебе не нравится татуировка, наверное? Ну, мне тоже, что мне не нравится. Слушай, ну смотри, когда татуха на видном месте, она огромная, это как-то... Короче, мне нравятся, знаешь, какие татуировки, когда вот на бедрах она переходит... Кресты? Да, вниз перевернутые такие, знаешь, как Константин поработал на ноге. Давай дальше, как-то. Да, такая татуха джурная, как-то на шортах. Слушай, мне нравится в клеточку барбари, короче, когда баба себя набивает. Короче, вот татуировка с бедра переходит вот сюда. Какой-нибудь, может быть... Ну... Пиратная, или капусты качан набит. Ну, короче, просто переход какой-то, понимаешь, красивый. Ты сейчас без угара, типа, когда отсюда до сюда идет, тебе, наверное, привлекает. Если честно, я сейчас задумался, наверное, мне вообще не нравится татуировка. Вот, я тебе про это и говорю. То есть, вроде бы прикольно, а вроде бы как будто, ну, типа, зачем? Знаешь, что мне кажется? Такое ощущение складывается, будто бы это устарело уже. Мода уходит. Раньше было это прикольно, а сейчас такой, типа, эээ, так кого-то этим удивишь. Конечно, да, типа, ну, что, набило татуху, и что? У меня, кстати, у мамы все ноги забиты. Ты что, сидела, что ли? Хоть эти татуировки, блядь, дура. Понимаешь? Вот тут мне нравится. Так, типа, сглотнул, будто бы сейчас он на нее нападет и просто произойдет какое-то изнасилование. Мне интересно, когда он рот откроет, что оттуда будет износиться, давай, износиться, издаваться. Ну, зубки износили, с вами объяснили. Износ зубов, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о нем. Боже мой, такой, типа, женщин просто не видел никогда, такой, типа. Давай я так буду сидеть, типа, будто я теперь широкий. Ну, давай. Не, реально, посмотри на это, блядь. Да, вопрос, что это за колобок. Кого он напоминает? Есть такое, но это не Гордон. Он, блядь, знаешь, на кого похож? На любого трудовика-педофила, может быть. Кстати, какой-то, типа, молодой Чикатило, возможно, реально. Нет, мне кажется, знаешь, на кого похож из этих? Господи, мультик, там, где желтые такие штучки бегают с биноклями всякими. На миньоны. Миньоны, и там был такой чувак на садах. А, как Элиус Грю, Филониус Грю. Фу, да. Я не смотрел мультик, но вот ты вспомнил, молодец. Подвиг меня интерес увеличить определенные части тела. Как ты к этому пришла? Когда стала модной. Я тебе говорю, она бежит за трендами, блядь, но ты устарела, девочка. Все, уже поздно. Что она увеличивает? Ну, смотри, этому видосу, по-моему, 3 или 4 года. Но мне кажется, что даже тогда это уже было не в тренде. То есть, типа, и так все перекачивали. Какой в этом смысл, непонятно. Когда вы к этому пришли? Просто прикольно, что она, типа, прям горит желанием рассказать об этом. Типа, моя цель по жизни — увеличить грудь. То есть, кто-то стартапы создает. Кто-то говорит, у меня вот скоро, блядь, увеличение. Кто-то просто работает пятерочкой, например. Моя мама. Надежда Семеновна? Да, именно Надежда Семеновна. Все большое. Я увеличила губы и сделала пластику груди. А можно какой-то вот план на грудь, например, сделать небольшой? Псц. А не было желание. Поэтому, что с ним? Что с ним? Типа, просто не видел женщин никогда. Просто вот все время, что мы смотрим, он сначала так, потом так, потом так. Мне нравится, он, наверное, сидит такой и думает, почему со мной вот эта женщина некрасивая, толстая? Я хочу с этой красивой вести передачу. Стоп, подожди. То есть, ты сейчас его партнера по передаче обозвал толстой, некрасивой? Это я не обзывал. Она прекрасная, симпатичная, пышка. Вот. В меру упитанная, скажем так. Это я его мысли транслировал сейчас, понимаешь? Я вот так мысли его не транслирую, потому что, скорее всего, он ее уважает, и девушек нужно уважать. Это я не на камеру, я реально так считаю. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, на канал Жени, и он будет вас уважать бесконечно. Ублажать. А если вы еще и лысая женщина? Лысая? Вам приоритет. Уменьшить там губы немножко. Было, да, желание. Вот недавно, когда все начали сдувать, эти губы, ну просто, если честно, столько денег было потрачено на то, чтобы их надуть. Я забыла все после цифры 20 тысяч гривен. 20 тысяч гривен? 20 тысяч гривен, ну это, наверное, много. А сколько гривен? 50, да я не знаю, 4 года назад, но я думаю, что это где-то 5-10 долларов, наверное, где-то так. Откуда она берет деньги? Зарабатывает. Чем? Честным путем. Каким? Понятия не имею. А это что, татуировка? Нет, это родинки обычная. Как ты считаешь, если бы это была татуировка, что бы она символизировала? Она хотела эту свинку Пепу набить и две дырочки сделать? Не знаю, но они начали рисовать, видимо, и краска закончилась, блядь. Такое тоже бывает. Мне жалко свои инвестиции просто так взять и убрать. Слушай, у меня вот единственный вопрос, она не выглядит вообще на 29, то есть, ну, типа, она намного... Она себя убила, я тебе говорю, реально. 36 или 37 лет, мне вообще не нравится. Это убийство, а 10 тысяч долларов вложить? Типа, ладно, она симпатичная женщина, но абсолютно, знаешь, в стандарты качества... В стандарты красоты сейчас она таки не вписывается, потому что я считаю, что сейчас модно быть натуральным. Не, естественно, сейчас точно решает, конечно. А вот без этой истории тогда, может быть, это была какая-то... Мне накачаны губы и нет волос на голове. Вообще просто без губ отрезали. Сейчас люди, по-моему, отрезают губы. Да, когда есть просто зубы и высота голова. Я. Какой ужас, блядь. Привет. А если бы доходили? Эля-ля-ля. Я тебе тоже. Я по профессии переводчик, работаю переводчиком. Что переводите? Что она переводит? Как можно с таким, а какой перевод? Ты слышал ее акцент? Я переводчик, я перевожу. Может, она из Латвии просто. А, да, у латвийцев же такой. Один в один такой же. Смотри, например, гипермаркет большой, да, и шоссе, да, допустим, и идет слепая женщина. Переводит бабушек через дорогу, именно. Но это переводчик. Латышки бабушек, причем потому что не акцент, они больше доверяют тогда. Послушайте, пожалуйста, ее акцент. Вот не смотрите на название, посмотрите. Закройте глаза, абсолютно закрывайте. Перевожу переводы. Так смотри, возможно, она просто... Банковские будут? Да, у тебя есть какой-то опыт в банковских переводах? Есть. Как они делаются? Клиенту Сбербанк перевести номер телефона без восьмерки. Все? Спасибо. Номер карты, Женя, здесь на экране. Да, кстати, номер карты будет в описании. Английский язык, с английского на русский, с английского на русский. Двойной переводчик. Можно переописать? У меня очень богатый внутренний... Так сказать, да, пышкой, если так можно выразиться. Это красивая женщина? Красивая женщина. Она просто сидит всегда такая, типа, ну давай, выдай нормальную реакцию. Какой-нибудь, ебаный рот. А этот такой... Я такой, тебе надо сделать и по сексу, дура. Да, да, да. Можешь, чем по барабану. Да. Кроме того, как общаются на обычные жизненные темы, я задаюсь иногда нестандартными вопросами. В чем смысл жизни? Это нестандартный вопрос. Да, вопрос достаточно актуальный. Никто ни разу его не задавал, так сказать. В чем смысл жизни? Вот ты как считаешь? Открыть гештальт. Я считаю, что смысл жизни в том, чтобы открыть шлагбаум, например. У каждого свой смысл жизни. А у нее какой? Я не понимаю, ты что от меня хочешь услышать? Я хочу просто, ну, твои предположения какие-то. Раскачаться вообще, блядь, во все себе. Просто, знаешь, она как Кирилл Сережа в итоге выходит. Ты такая, типа, да я синтолог, короче, в итоге мне *** тебе, пизде. А я думаю, что у этих людей как синяя болезнь какого-нибудь Тимати, типа, если он одну татуху набил, надо все тело. А вот она, что она дальше будет качать? Уши. А в тренажерный зал, когда человек ходит, ему тоже надо, получается, все накачать. Я просто знаю, и некоторые шоу смотрел, когда вот губы все больше, больше, больше и больше, и они уже не понимают, где нормальная губа. А потом берут, знаешь, типа, работать на корабль, вот этот лайнер, когда плывешь, типа, лодкой. Слышал я про такой, я на HeadHunter ревью, наверное, как раз буквально. Да, 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 типа, спасательная лодка берут, типа, когда огромная. И, типа, когда тонешь, люди садятся. Я не знаю, что эти девочки там делают, но вот на лодках передвигаются. Что там дальше, понятия нет. Начала писать своим подругам, спрашивать у них. Мы даже дозвонились в психиатрическую клинику. Больше я не задавалась этим вопросом. Я до сих пор там. Подожди, я выпал из контекста. Это вообще, что за история? Я так понял, что у нее есть проблемы, типа, какие-то с тем, что она не может становиться, качать что-то себе или что. Я все пропустим. Это я тебе сказал, что она не может остановиться, ты уже все там потерялся. Жень, какие есть увлечения? Я хожу на бокс. Ты ходишь на бокс? Так я же не на спарринге хожу. А на специализированный бокс, на порнхаб. Какой-то ужас, просто ужас. А я с тренером тренируюсь, стоит он держит, я блю. Я так понимаю, на тесто просто учится месить. А мне всегда было интересно, если у девушки длинные ногти, как они складывают пальцы в перчатки? Ну, специальные перчатки покупаются с отверстиями здесь. Как, типа, ногти вылазят? Либо там специально машинка, они заворачиваются, немножко потом разворачиваются. У меня бы такие кроссовки, у меня размер ноги 47-ой, не могу найти силу больше никогда. Ты можешь сказать, какой у тебя рост, какой у тебя размер ноги? Рост 193, размер ноги 47, дальше думайте, так сказать, сами. Продолжаем. Член 2 сантиметра. Левый коронный, правый похоронный. Я просто завидую. Кроме спорта, что еще? Хожу на рисование, да, вот там я кайф... Это такой ужас. Она такая, типа, хожу на рисование, я просто в третьем классе до сих пор еще не знаю. Я вернусь туда, хожу на рисование. Как можно так разговаривать в здравом уме вообще? Ну я перевожу тексты с русского на английский, с русского на английский, и хожу на рисование. Левый коронный, правый похоронный. Ой, боже мой, да. Не, ну сиськи, конечно, хорошие все. А хорошие, я же тебе говорю то, что это обманчиво может быть. То есть есть вероятность, что она снимает, а там просто вот... Не, они прям, ну, смотри, они сделаны, они уже в такой форме, какой есть. То есть они не обвиснут, они уже сделаны, нормальные. Рабочие, ну, грудь левая точно рабочая, я думаю. Именно левая? Левая нормальная? Правая не очень. Да. Что тебе за сообщение пришло? Там написали мне «закрой рот и выйди из кабинета». Ой, он масляными красками рисует. Здорово. А как вдохновилась, как это началось вообще? Я посмотрела... Во-первых, началось. А тебе не рисует? Украины, типа, наверное, ударение другое. А, тогда началось, бог с ним. Да, вот. А еще мне нравится, типа, я рисую масляными красками. Я так понимаю, если ты хотя бы раз в жизни возьмешь кисточку с масляной краской и проведешь по холсту, можно официально говорить, что ты рисуешь масляными красками. Да, это 100%. Она по-любому не умеет рисовать. Это то, что мы осуждали, когда человек говорит, что я художник, значит, ты вообще, блядь, не умеешь рисовать. Ты просто все, что угодно можешь делать, только не это. Картины лондонского писателя, вот как все сводные, разноцветные, трешевые такие. Мне очень они понравились. А где ты их увидела? Это она про Энди Уорхола, что ли, говорит? Трешевые. Эти модные тре... А, подожди, или про этого говорит? Тут важно понимать, как Алик Монополи. А Бэнкс американский, наверное. Просто важно еще понимать, что она подразумевает под словом трешевый. Что для нее трешевый? Ну, может быть, она имела в виду, знаешь, картины органика рисуются, типа, насрал в руку, порисовал. Ну, вот, я думаю, что она из этой пьесы. В Инстаграме. Сейчас это модно. У тебя же тоже много со временем. Нахожу каждый раз для себя новые увлечения, что мне приносит удовольствие. Она, я уверен, сейчас вот мы дальше будем смотреть, каждый раз будут новые увлечения. Сейчас она красками рисует, переводит, блядь, что дальше? Хожу по асфальту, блядь, смотрю на столбы. Просто такая пустота. Типа, собираю, руберою, типа, коллекционирую свиные мозги, там, типа, знаешь, чем вы занимаетесь. Вообще, на самом деле, если говорить про подобный тип женщин, в Инстаграме, знаешь, они такие, типа, супер соски. И я, в принципе, их не воспринимаю, потому что для меня эти женщины на одно лицо. Когда они колят себе вот эти филеры, ботокс и всю эту историю, у них форма лица примерно одинаковая всегда. Они все очень много одинаковые. Они вообще просто похожи, будто бы один и тот же человек. И я вообще их не воспринимаю. Мне, наоборот, нравится, знаешь, когда у девчонок есть какая-то фишка, знаешь, типа, там, нос вот такой, вот там, прыщ просто. Глаз. Глаз выколол, ну, на циркулярку упало, когда она у него спрашивает. На циркулярку. Нормально. Ну, чтобы фишка была какая-то. Мой молодой человек должен либо разделять, либо... Моя молодая человек. Ой, боже. Чать, если ему не нравится, либо тоже быть разносторонним. Ну, слушай, ну, ты просто идеал. Почему нет парня? Бля, отношения очень долго, пять лет. Бля, отношения очень долго. Она очень долго, когда занималась прибором, брала. Бля, это просто, это, ну, это кринж. Как она не понимает, как она приходит, она это говорит, это... Ёб... Я вообще, у меня нет слов реально. Адская история. Рассталась. За пять лет он мне не познакомил ни с братом, ни с сестрой. Он не хотел обременять себя узами брака и обязательствами. Я была приложением к нему. Есть машины, которые ходят в общественные места с женщиной, чтобы самоутвердиться, показать. Вот она такая вот женщина. Ты бы смог самоутвердиться рядом с такой женщиной? Нет. Мне кажется, вот я бы себя чувствовал некомфортно с такой женщиной. На меня посмотрели, наверное, подумали, почему ты какую-то путану себе приобрел. Реально, да? Бешуток. То есть я, ну, это так и есть. Это очень вульгарно. То есть даже несмотря на то, что этому видео четыре года, это очень вульгарно. У нее просто сразу по мимике видно, что там пустота абсолютно в лице. То есть можно, в принципе, надеть наушники, она будет открывать рот, и это нет смысла слушать. Вообще, просто там любая рандомная инфа. У нее же даже, когда она открывает пасть, у нее вот это типа... Блин Это на своё б**ть г**но открывает мистер Та Ладно, осуждаю Когда она разгорит, у неё вот это сразу типа Ну ты уже, блин Всё Я такой крутой Вот давай с мужчинами, я хочу понять, что приходит Я уверена, что мужчин много Да я тоже хочу понять Естественно, нравлюсь женатым мужчинам Они не против бы попробовать Есть Чтобы попробовать Порисовать на холсте? Может быть, типа слизать сгущёнку Может быть сгущёнку, почему бы, да? Как говорится, сгущёночку-то и не слизать Кажёры, которые не достигли статуса парня Или мужа Какого парня ты хочешь? Ещё семейного Лысый, как тебе? Лысый нормально? Он просто всегда одну и ту же эмоцию выдаёт Тебе серые пиджаки нравятся вообще на мужчинах? А как думаешь, у них текст У ведущих прописан какой-то? Я уверен на триста процентов, что каждая фраза прописана А то, что они в студии сидят Сто процентов То есть либо в наушник говорят Ну то есть как-то так Просто интересно Типа вот у него прям образ идиота То есть образ человека Не-не-не, он такой типа наоборот Советы даёт Правильный парень Но он относится к ним ко всем как к дурочкам Таким типа Ну что у тебя за увлечение Давай сам Это же украинское шоу Они специально подыгрывают Знаешь, из разряда Пришла красивая расфуфыренная девчонка И он такой Вау Парня В смысле с семьёй? Нет Семей Которая готова Которая готова к семье Я хочу молодого, материально обеспеченного парня Я хочу молодого, идеального, красивого, богатого На автомобиле Добившегося успеха Сделавшего семь стартапов Да Чтобы на одной ноге была Террари На правой ламборгини Он на них двух ехал Как Чак Норрис Чтобы у него был свой замок У него была своя планета какая-нибудь Какой ужас Как всё банально Я просто хочу самого идеального мужчину в мире Потому что я, конечно же, идеальная Ну это видно по ней Я могу обслужить свою машину На хорошем СТО Водишь? Да, машина есть вожу Машину на хорошем СТО? Хорошее ТО А она что сказала? Да неважно Да и похуй Красивая? Да, красивая Купила? Купила Не подарили А квартира? Подарили Подарили? Да Ты своими девчонкам часто квартиру даришь? Да, несколько уже подарил Кстати, подписывайтесь на мой канал Квартира будет в описании Кстати, реально Подписывайтесь на канал Возможно Женя вам подарит частичку своей квартиры Да, но условия вы уже знаете Что надо сделать? Отправить нюцы в директ Да, с лысой головой Какую ты вот сумму на себя в месяц тратишь? Внешность, еда, машина Ну две точно Две тысячи долларов Да не такая уж ты и запрос Это же на 50 Скажите Я реально что такое? Две тысячи долларов Сколько? Две тысячи долларов? Это сколько? 150 тысяч? Ну 150 это так Ну это немного еще Ну вообще да, слушай Я тоже хотел нагнать меня 150 тысяч 150 тысяч ты Сколько зарабатываешь сейчас? Нет, ну я сейчас спокойно могу типа там в ресторане Тысяч триста оставить Не, в ресторане могу спокойно типа там полторашку оставить Реально? Ну блядь, просто заказываешь на полторашку Ну ты мне объясни, я не понимаю Ты че? Что ты ешь? Я часто зажимаюсь Понимаю то, что типа лучше я сейчас не поем Не поем Но я в то же время понимаю типа Сейчас полторашку отдам и хер с ним Типа я не раз живу А всю неделю следующую что есть будешь Ты сейчас полторашку отдаешь А дальше что? Ты подумал вообще? На что ты живешь дальше? Я стараюсь типа ситуационно Ну мысль пришла я делаю То есть ты как бы человек в моменте такой Типа тебе захотелось и ты взял Я смотрю на это все через призму некую Да? Ну И я люблю именно состояние ресурса Когда я в ресурсном состоянии Мне просто так легче То есть скажем так Ты абсолютно убираешь все рамки из головы И двигаешься вперед Если ты непосредственно про вперед да Можешь буквально вот парочка слов Что из последнего ты заказывал в ресуране на полторашку Потому что я реально в это поверить не могу сейчас Тартар Ага И этот Морс Морс суп Морс суп и тартар Девушки Я привыкла отдыхать хорошо Я привыкла кушать вкусное Я привыкла ходить в заведения недешевые На самом деле Я самая обычная Хохлуха Здесь будет что-то нестандартное Я не понимаю На самом деле Девчонка вот говорит что-то Я знаю Достаточно заряженных женщин из Украины И они Ну типа Они примерно такие же? Ну не такие же я имею ввиду Мышление плюс-минус Типа Я не говорю сейчас про всех женщин в Украине Я просто говорю что А все любят потом общаться Да Сразу типа А понятно Именно девушки Украины тебе не нравятся Да Понятно Просто вот у меня жизнь свела с несколькими девчонками Которые Привыкли к хорошей жизни Свела в смысле общались как-то? Да И они прям знаешь требуют от тебя сразу такого То есть типа знаешь Ой это сразу в блок Да Это ужасно Такая адская история Это без шуток На будущее если вот что-то говорите напрямую Знайте то что все Отторжение максимальное Это ужасно Она говорит тебе я не люблю врать И ты такой все Не-не-не Пока Все Мне такое не подходит Давай по-честному Да давай по-честному как есть Я не люблю Все уходи Хорошо Будем искать Спасибо Честно говоря мне кажется что Женя в погоне За идеальной внешностью Немножко переборщила Ее внешний вид Он Говорить честно Я не могу сказать что она переборщила Потому что на своем канале я видел уже много разных женщин Не есть хуже в 100 раз конечно Да в 150 раз То есть ну есть перебор там в губах наверное какой-то Да в филерах А сейчас уже непонятно где перебор А может она такая родилась на самом деле Скорее всего губы натуральные-то да? Не просто У нее же возможно даже тоже сделанные Да слушай сейчас хер поймешь что в самом деле Мне кажется она даже вот ну с полноту сделала специально У меня без шуток в университете Девочка была с губами натуральными Но они были такое ощущение что она уже не знаю Процедуру 40 сделала Они огромные были но они настоящие Ну прикинь она просто каждое утро в пылесос засовывала их Я просто охренел когда она показала фотку какую-то Типа там условно там 8 класс А у нее реально губёхи вот такие Мне кажется там все были Так а потом показывает за четвертую У нее сиськи с четвертого размера Все растет С каждым классом Какая-то не я за натуральный Какой-то нормальный Член вырос Просто у нее Ну изначально провоцируют мужчину на несерьезные отношения Вот здесь соглашусь с ней Я вот когда вижу таких девчонок я к ним серьезно не отношусь Знаешь типа вот короткие платья такие вызывающие вырезы Сразу такая вся Ну сразу понятно что брать больше нечем и типа Да-да-да-да-да Нет я говорю это очень отталкивает Еще отталкивает если девушки очень сильно типа Что хотел сказать? Рыгают на тебя типа Вот ненавидишь когда рыгают Да Причем знаешь типа не просто отрыжка приходит и блюет на тебя просто Ну ты перебрал нет Есть вот эти отрыжки когда вот знаете прям Не хочу это говорить Я считаю что Жене нужен мужчина сильный Мужчина работящий Мужчина который Просто знаешь взяли столяра любого такого Просто мужика просто обычного Который работят Слесарь Да-да-да Так сильный же Слесарь Дмитрий Следующий наш гость Подровняет ей пилораму Увидит не ее грудь в первую очередь а ее душу Нет таких мужиков которые сможет сразу оценить не ее грудь а ее душу Потому что все равно мы встречаем всех по одежке По внешнему виду Ты смотришь и сразу ценишь Так она выглядит Я нет Я встречаю по уму провожая по одежке Ага то есть ты засунуваешь ее в рентгеновский аппарат Просматриваешь внутренности Все верно все верно А ты знаешь процедуру молодец Спасибо большое Здравствуйте Игор 31 год У меня родина велика Моя родина для меня не важливая А тут я бы попросил некую транскрипцию Да так сказать А ты вообще не понимаешь украинский Да Причем я недавно какой-то ролик снимал И кто-то там разговаривал мне на английском хотел сказать На украинском Я такой Не хочу смотреть Давайте дальше И мне потом посыпалось в комментариях Что за неуважение к языку Ну если я не понимаю у меня что делать-то теперь Ну я тебя переведу А Да что-то я нагнал зря Да Если у тебя есть возможность Ну так сейчас подожди Рука Подожди Если есть возможность не утонуть Ты пытаешься это сделать Все я понял Для этого нужно непосредственно грубо говоря То бишь да инструктор Да Нет два грудничка Одеваешь на каждую руку и плывешь Я понял Они тебя Держат на воде Я понял Кожаная Угу Все болито Освою в вейкборде Я тоже так умею А что он сказал Я сижу в дискорде Я что-то не слышал Знаешь из основных увлечений Из основных увлечений Я занимаюсь непосредственно Я персонально трени по плаванию Так же сижу Сижу В дискорде Сижу в дискорде Непосредственно сижу в дискорде Сижу в дискорде Знаешь мне кажется Это достойный претендент На роль мужчины Это женщины Такая у меня увлечение Рисую маслом А ты знаешь губы Она не поймет Да А что это такое Это типа Инвестирование какое-то Да Акция Я так понимаю Он сказал Вейкбординг Вейкбординг В дискорде Как в дискорде Так sought Дискорде Боже мой, убрал стакан на пол, да, как говорится, чтобы не разбиться. Паспарту налей ему, да. Ну, типа, паспарту это карлик, понимаешь, ты на пол поставил. Карлики это все, кто ниже 193 вам на будущее просто. Ты себя по сантиметру каждый раз прибавляешь, да? Почему 193? 192 ты. 193? Ты с утра был 192, я же тебя померял. Сука, хорошо. Почти с палаточками, поездки по сену. На фестивале знакомимся с новыми людьми. И так заводим отношения. На фестивале он знакомится с новыми людьми, и так вот у него появляются взаимоотношения какие-то. Я правильно понимаю, на фестивале знакомиться с людьми, то есть это некий нетворкинг, то есть искусство устанавливает деловые связи непосредственно. Да, это то, что он и делает. Отлично. Нравится. Я просто тоже люблю нетворкинг. Коучин, консалтинг, поэтому. Вот как я с тобой познакомился? Это нетворкинг? Ну да, в 16-м году я пришел. Снимаешь ограничения, приходишь, не стесняешься, потому что жизнь она одна. Кстати, да, ты тогда почему-то вообще не стеснялся, чего раздевался. А чего стесняться? Ты зачем разделся и начал говорить, что у тебя все большое, я не понимаю? Ну потому что, ну... Ты такой человек? Я такой человек, типа я с рождения такой. Носы на нее, а вы что с ней дужи выходы? Я просто... Почему все в самое... Слышь, она заходит, вот у меня там грудь, сиська. Это, блядь, пум, блядь. На этом, на дискорде на своем раз... А потом заехать... Он даже заехать в горку не смог. Я уж не говорю про прыжок, типа лучше бы они сделали так, что типа он подпрыгивает и на... Песок, блядь, страус просто головой. Он такой говорит, знаете, а мне вообще еще нравится готовить, там, знаешь, снимать красивую кухню. И он такой, знаешь, типа шаурму заворачивает, пытается отпустить, просто ломается на половине. Типа перебрасывает вишню, там потолоке, пытается поднять, потом спотыкается, падает. Это уже просто мем, когда он подпрыгивает. Они над ним издеваются конкретно. Найдовше в стусунке у меня было и на Вистане. Це було 10 років тому. Последние его отношения были 10 лет назад. Такое ощущение, что, знаешь, я типа специальный гость, который не понимает язык, и ты мне все переводишь. Ну, так и есть. Я живу сам, точнейше с Кишкою. Это невероятно. Только собрать говна одного. Я просто не знаю, что будет дальше. Я вот тебе нравится, знаешь, просто, ну, кошка-кишка по-английски. Ой, по-английски. Ой, ужас. Типа типичная говяжья кишка. Ты смотри, блять, на ее морду. Она просто такая вб***. А ты с чего засмеялся-то вообще? Я просто поржал над тем, как это и кишка. Я смеялся с словом кишка. Нет, кишка плюс вот это. Посмотри на эту физиономию, б***. Но хочется обратиться домой, чтобы тебя ждала спорядлена душа. Он хочет, чтобы, когда он приходит домой, его ждала близкая, там, по духу, душа, что-то такое. В смысле, ты проходил в курсы какие-то? В смысле? Откуда ты это знаешь? Ну, белорусский такой же практически, похожий на украинский. Найти свою половинку, чтобы она была гарною, чтобы была красивой, займалась каким-то спортом. Хочется найти девушину, такую, с которой хотелось бы створить новое життя, мати своего бэмбика. Ну, понял. Я все понял, кроме бэмбика. Он хочет ребенка? Бэйби, ну, бэмбик. Он хочет ребенка? Да, хочет створить новую людину. Вот я уже, как говорится, акклиматизировался. Молодец. Ты сейчас украинский выучишь быстро, я тебя научу. Я сюда, если честно, за этим и приехал. Ты обратился по адресу, брат. День першого побачення. Игор уже на месте зуст. До побачення, до свидания. Дякую, это спасибо. Здоровенький был и здоровенький выросли. Я не знаю, что это такое. Нет, я просто знаю. У тебя есть ребенок? У тебя есть ребенок лысый? Если честно, да. Или хотел бы лысый? Я хотел бы лысого ребенка. Мы делали ему каждый месяц депиляцию. Вы чего бы вы хотели? Я 12 про макс айфон, ходил на держание, я лысый ребенка. Я конкретно по лысому, да. Чи и чекай на Женю, я качомусь. Это он реально вот с таким цветком пришел к ней на свидание? Слушай, ну, чтобы она ухаживала за ним. Зачем эти одноразовые цветы? А, кстати, да, нормальный поинт. Он наоборот, хороший чувак. Затримуется. Если я заскочу во фрешбар, это никак не помешает. Девушкам свойственно опаздывать, это норма. Я так не считаю. Это абсолютное заблуждение. Если девушка опаздывает хотя бы на одну-две минуты, значит, можно брать и бить ее по коленям. Она идет на кухню? Идет на кухню, это первое правило. Не, я считаю так. Давай так, ладно, не по коленям. Она заслуживает хорошей порки. То есть, ты можешь достать ремень и просто отшлепать ее жестко. Просто, ну, везде, где хочешь. Именно так. И даже не спрашиваешь. Две минуты, это 20 ударов розгами. Три минуты, 30 ударов розгами. Я так со всеми опоздавшими делал. Я, так вот, поэтому никто и не опаздывает. У меня, кстати, я с... Нет, у меня наоборот сейчас, кстати, опаздывать стали. Да. Кто-то даже опоздал, как говорится, и на 13 минут. Добрый день. Здравствуйте. А у вас свежие, да, фрукты? Знаешь, она такая, типа, крутая, просто пришла в какой-то ларек. Просто зашла, да, вот это... Знаешь, типа, выпечка, блядь. Типа, типа, да я модная девчонка. Типа, чучхэлла, блядь. Реально, блядь, ты посмотри на вот этот антураж, блядь. Здравствуйте, блядь. Я переводчик. Не, на самом деле, украинки так и разговаривают некоторые. Особенно с Харьком. Не, ну да, я как бы, я стебу, потому что, ну, такое ощущение, что она прям как-то, блядь, акцент делает на эти слова. У тебя нет такого? Может быть, просто я не привык. Похоже, твою маму, по-моему, нет? Сестра. Сестра твоя мама? Сестра мама твоя? Сестра мама, да. Так, может, кто-то обзор... А, ладно. Можно, чтобы продукты были свежие? Давайте мне тогда свекольный сельдереевый. Я наполняюсь энергией, позитивом и силой на весь день. Сейчас он ее наполнит. Она реально так разговаривает? Она реально так думает, я даже тебе скажу. Я думаю, что она с акцентом думает. Ты понимаешь, что у нее каждая фраза максимально шаблонная? Я хочу себе мужчину, который зарабатывает, я пью сельдерей, энергия. А что в этом плохого? Кто-то, ты представляешь, чтобы женщина пришла на передачу и такая, я бы хотел себе прыгать на бомжа вонючего. Ну почему сразу ты в крайность забрыгнул бомжа? Ну типа, я бы хотел себе... Я бы хотел, чтобы от него селедкой воняло. Я бы себе хотел, не знаю, штангиста. Типичный запрос любой женщины. Ну да. Я не вижу себя рядом с человеком, который поднимает меньше 300 килограмм, например. Ну это хотя бы интересно, не банально. Часы достал. Надеюсь, он сейчас упадет и цветок разобьется. Он, знаешь, стоит просто на него типа 800 голубей насрало. Типа, я не удивлюсь, если сейчас реально наводится на него. Так, знаешь, ближний зум, он так ходит на голове говно. Ты не знаешь, просто типа там рота-солдат бежит и типа затоптала просто его в глаз. Как он думал? Мало приехать и девчина. Якую она будет, я не знаю. Я пришел вчасно на встречу, но она душа запизднивалась. Уже как бы час уже не пол... Она опоздала сильно. Душа запизднивалась, это равно опоздала. Я, кстати, на днях душа запизднивался немного. Буквально там не минут 10. Ну, вы не обеспечиваете. Вы скачали из-за гаража с пацанами, душа запизднивались. Да. Ребят, не душа запиздитесь. Не приходите больше домой. На будущее без душа пиздений. Все. Ага, требовался идти. Все хренит. Это какой-то кашуан. Увидела парня с цветком, начала притормаживать. Но тут как-то создалась пробка. Люди на ровном месте. У нее образ максимально тупой женщины. Скажем так, по-русски, тупой. Да. Это ужасно, реально. Девочки, я очень надеюсь, что никто... Точнее, все это понимают. Это просто... Это максимальный кринж. Я даже не знаю, как это описывать. Я думал, такого не существует. Ну вот, пожалуйста. Ну, уже не существует. Хотя, говорю, это 2016 или 2017 год. Я надеюсь, что этот колхоз когда-нибудь истребится. Но это невероятно. Это просто ужас. Они себе создают проблемы. Я вообще не поняла, что это происходит вокруг. Потому что мне было нужно идти на свидание. Они мне мешали. Стойте, стойте, стойте. Я пошла на свидание с ними. Сейчас, подожди. Где сзади кто-то должен упасть с крыши? Знаешь, типа, оса подлетает. Я такой, ой, типа, чего ты сейчас? А пылит просто в нос его, знаешь, типа. Я реально жду мема. Я жду, что должно произойти с ним. Автомобиль, который сделал коллапс. Было дуже комедийно спостерегать за все. Я так забавно смотрю на тебя, когда что-то говорит. Он такой, типа, что это такое? Я реально вообще не вдупляю, что он говорит. Всем действом. Я думаю, ну все. Сейчас я выхвачу. Да, для чего у вас проблема? Куда вы не можете заехать? Я извиняюсь, ну, не от меня зависит. Я извиняюсь. Не от меня это зависит. Машина сама ездит. Да, я сама завернула в столбу, чуть человека не сбиловали. Девчина появилась эффектно. Я сразу зрозумев, что это у нас. Кошмар, кошмар, кошмар. Кошмар, котти, котти. Ой, мои высокие каблуки не предназначены для таких дорог. Для такого мужика. Сама надела, приехала на улицу, там, где брусчатка, знаешь, и такая, типа, мои каблуки не предназначены для занятия спортом. Я думала, что скалолазы не об таких занимаются. Я просто не понял, на какую нам дорогу рассчитывала ты? Она рассчитывала на ковровую дорожку, видимо. На ковровую дорогу, блядь. Нет, это вообще, это, блядь, просто жесть. Главное дойти к целости и сохранности. Ну так, сдалека, сразу в очи кидаются ее груди. Скажем так, сдалека кидаются в очи ее груди. А я один не понимаю это. Ты же еще тоже не понимаешь. Все понимают, в смысле. Реально, вы понимаете, что он говорит? Конечно. Думаю, что девчинка с не своими формами. Привет. Привет. Это пробка. Если бы на первое свидание женщина оделась вот так со мной, я бы думал только о том, как... Как оттуда уйти? О том, что можно ее напоить быстро и обокрасть. Укрась лобу ты. У тебя всегда какие-то злые мысли. Ну, у меня такие, знаешь, они немного пошлые и вульгарные. Вот так. Я бы, наоборот, ей помог. Я бы дал обратную связь хорошую. Я бы сказал. Провел консультацию. Конечно. Я бы сказал, у тебя слишком много блоков и комплексов. Ты специально так наряжаешься, потому что в тебе есть проблемы. Медитируй. Я медитирую. Медитирую, что ты врешь. Я, кстати, хожу на йогу, это не шутка. Ты не ходишь. Нет, это не шутка, серьезно. Расскажешь нам, блядь. Ушачай губы не свои. И також не маленьки. А ты хочешь ебаланьки? А че ты ржешь, что... Вот как ты... Представь, посади меня на свое место. Давай поменяемся. Нет, не надо. Просто, ну, ты хочешь ебаланьки? Это сейчас я не говорю. Он, наверное, что-то маленько сказал. Я, типа, маленько. А, не понимаешь. Я так и знал, что ты не знаешь язык. Да, да, да. Ой, слушай, я знаю, что я опоздала. Я просто заезжала за прессом. Я была в полной уверенности, что он меня дождется. Ну, интересно же. Добрый, с этим и квиточка. Спасибо. Будь ласковым. Вот тебе цветочки. Будь ласковым. Я все это понимаю. Будь ласковым. И знаешь, типа, в руку дал ей член. Будь ласковым. Орхидея, дорогой подарок у меня ассоциируется с чем-то прекрасным, таинственным. Ну, мужик поплыл, да? Душа, душа, душа? Я, на самом деле, сам не знаю. Что-то очень, ну, типа, я впечатлен. Душа примерно ображена. Я его, типа, очень приятно, согласен. На грудь у него взгляд падает постоянно. У меня он тоже на твоей груди постоянно падает. Я не знаю, почему так притягивает. Реально. Да ладно, успокоюсь. Я попреюсь вроде тебя, Налс. Опа, вот это же мне немножечко интересно. Что будем работать? Пойдем, кто-то посидим, пообщаемся. Залипки. Хороший стат. Залипки. Давай пойдем по синим, пообщаемся. Залипки. Что ты смеешься? Я почему-то, знаешь, в голове, типа, за фишки. Типа, знаешь, за капсы, вот эти, которые раньше играли. Типа, давай за капсы пообщаемся, я тебе там капсую. Я бы мог подыграть, но не понял. Ах, ты слишком молодой, я понял. Да, мне 23. Кстати, моложе его и выше. Ну, это я так, на будущее. Парень физически развитый. Я внутри себя аж выдохнула. Ой-ой-ой, какой-то кошмар. Я вообще не думал. Тяжко, тяжко на шпилях побрыг. Посмотри на эту походку. Это же, это ужас. Сразу видно, такое ощущение, что она первый раз надела каблуки, когда вот девушка вот так вот на них идет. Така нет, там просто брусчатка. Слушай, да я думаю, что девушка, которая уверенно ходит на каблуках, может и по брусчатке на ней пойти. Она где угодно, скажем так, пройдет. Конечно, она проходимая. Хвост в воду, там трубы медные, огонь, пенопласт. Да, тоже так. Было нереально смешно. Я думал, что есть возможность паскать. Я была на каблуках, я не хотела далеко идти. Вот, и мы зашли в самое первое попавшееся кафе. Перше-ліпше кафе виявилось рестораном премиум-классу. Чувак такой думает... Ёб твою мать. Надеюсь, она отравится еще раз, откинется прямо и платить не надо будет за это все. Я думаю, что на самом деле у него мысли типа, сколько же это все стоит? Так, естественно, у него такие мысли. Он такой, типа, почему первое попавшее заведение, это не шаурмичное? Типа, знаешь, клюв его велик, как он заезжал на него. А он на велике приехал с орхидеи? Как это ужасно, типа, они его снимают, он заезжает. И он просто не заехал даже. Я про прыжок ничего не говорил. Я типа, такой, я занимаюсь вейкбордингом, типа, и просто сразу же падает все. Чтобы эта ситуация повторилась еще раз. Так принципово, да? Да, мне очень принципиально, потому что я слежу за своим питанием. Стараюсь есть здоровую еду, особенно, что касается рыбы и морепродуктов. Почему он разговаривает исключительно на украинском, а она отвечает ему исключительно на русском? Потому что в Украине люди говорят и на русском, и на украинском. Я понимаю, но он же при этом может тоже разговаривать и по-русски? Я уверен в этом, но, возможно, он патриот своей страны настолько сильно, что говорит только на украинском. А, это, кстати, похвально, на самом деле. То есть я к этому нормально отношусь. Травануться можно на... Ты теперь должен знать украинский. Я буду учить, пишу такие экскурсы, посмотрю вечер. Все, хорошо. Можете мне принести, пожалуйста, свежие креветки? Я хочу посмотреть на их состояние и на запах попробовать. Хорошо. Ну, вообще, с трещины какие-то. Типа, что это старые креветки? Как вообще выглядят креветки? Мне насправде было весело. Цикаво за этим всем наблюдать. Креветки. То есть она их потрогала, такая, нет, я не буду. Да, нормально, берет руками, понюхала, посмотрела. Такая, знаете, я обычную промежностью всегда креветки проверяю. Такая, падюрла. Ужас. Так, ну нет, это не подходит. Осуждаю. Промежные креветки? А, промежности мне нравится. Мне кажется, она воняет. Тебе не воняет? Пахнет морепродуктами. Чем должна пахнуть креветка? Лавандовым, там, типа, чаем. Да, я не понимаю, что она ждала. Креветка воняет, ну, типа, рыбой. А чем она должна пахнуть? Ну, типа, ну, пластиком, знаешь, каким-нибудь, может быть, она привыкла к более синтетическим продуктам. Кстати, ты вегетарианцем не хотел стать? А как можно ходить стать вегетарианцем? Я недавно услышал, это очень быстро, просто познавательная информация. Многие есть, те, кто не едят мясо, но едят рыбу. И я услышал одну версию очень хорошую. Когда рыбу вылавливают, вместе с ней в сетях попадаются черепашки. И чтобы быть непричастным к смерти черепашкам, отказывайтесь от рыбы тоже, потому что это тоже не очень красиво. Я не знаю, зачем я это сказал. Давай дальше. Только, может, пускай начинают есть черепашек просто? Нет, нельзя. Почему? Да что-то, блин, жалко животных, реально. Последнее время стало. Там просто, на самом деле, черепашек неудобно, потому что у них панцирь не... Ну, типа, такой, получается... Да просто отсоединяешь, сбрасываешь панцирь. А, башку эту фу. Да, да, да. Можете мне другие принести, пожалуйста? А все так продукты может потрогать, получается, типа... А можно мне, пожалуйста, салат принести, знаешь, типа, или там чай, например, в чай. Да, 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 да. А как-то он пахнет непонятным. В общем, мне не нравится. Какой ужас, какой ужас. Мужик такой, хуй понюхай. Тебе, как он сказал, сделай ласковый или что? Сделай ласковый. Мне навіть было трошки жалко официанта. Пожалуйста. Я поменял креветки. Это уже хорошее. Помыл с мылом, креветки все одинаковые. Может быть, он съездил в какое-то море. Да, выловили ногу буквально там за несколько минут. На его велики поехали. Вона старается правильно харчуватись. Ну, и, соответственно, если у нас что-то складывается, она будет и за моим харчуванием следковать. Согласен полностью с этим текстом. У меня нет даже комментариев таких. Я на ничем. Пампушки. А что может... Ну, он говорил о том, что... Я не понял, что... Что с пампушками я это не так... Про борщ что-то там, типа, хозяйственное. Вложитесь без алкогольно-холодных напитков. Лимонады. Какие? Есть мандариновый, цитрус-апельсин, облепиховый, грушадыня, алые паруса. Все по себе. Грушадыня, облепиховый, лимонный, апельсиновый, яблочный и алые паруса. А что это такое? Слушайте, у нас корабль, получается, затонул в нашем море, там у него креветки была, и у него парус остался, и мы решили сделать из него лимонад. Я понял, что ты говоришь. Ты понял? Да, у меня... Ну, давай, бог с ним. Че, я, наверное, поехал? Сколько мне еще здесь сидеть? Пока мы не досмотрим все сезоны половинок, тебе придется здесь находиться. А у меня салацезовка ветка. Сазарцезовка ветка? Да, и лимонад, а алые паруса. Нажаль. Че, жарко? Да, сразу, я куда-то пристанулся, мне так приятно. Стоянин с три. Что? Да успокойся, нормально. Алые паруса сегодня закончились. Вы же сказали, что алые паруса есть в наличии, вы можете предложить эту новинку. Нету просто того сиропа. Какого сиропа? Розы. А супермаркеты рядом, по-моему, в магазине. Вы можете кого-то послать и вам принесут. Там не продается. Не продается. Вот у меня, да, вот у меня именно такая реакция, типа, слышишь, я не понимаю просто, у тебя есть слова какие-то? Друзья, официант стоит такой, просто нож ебал. Я бы на самом деле, ну, было бы круто, если бы показали хотя бы еще кадров 7, как он падает откуда-нибудь. Кстати, реально. Я бы так кайфанул. Или, типа, знаешь, камера, она ругается с ним, а у него просто ломается диван. Чтобы, типа, в любом кадре происходил какой-то трэш. Просто, знаешь, типа, когда ничего не происходит, просто забегает чувак, в кадры там, типа, олова на него вышло. Да-да-да. Нормально. Простите. Ну, для Вайна трохи дыма у нас, правда. Груша дыма. Очень. У вас есть, точно? Конечно. Вы так закатываете год. У меня ощущение, что, знаешь, типа, заранее, ему сказали, типа, вот мы снимаем, да, камера стоит 30 минут, и он просто делает так. И вот они просто порезали эти моменты, и после каждого слова. И он такой, типа, я единственное, не понимаю, как так постоянно делать, и тут в кадр заходит тот лысый муж, который вначале такой, да, он такой, вот, смотри, вот так, вот так. Вы обратили внимание, в кадр за кадр, да? Типа, нет, я не понимаю, где ваш сироп? Я не могу. Кажется, я вам верю. Нарешти замоволи. Час знайомитись ближче. Как тебе моя езда? Душа вразила, парковка вообще супер. На высоте, да? Вот видишь, как я могу. Не всем, да, но ездит так, как мне. Но я езжу лучше всех, и могу тебе продемонстрировать, прокатишь меня на своем жеребце. Также я катаюсь на вейкборде, неком, можем проехаться вместе. Вейкбординге. Вейкбординге. Ну, или на дискорде, как многие привыкли говорить. Смотрите, как вам удобнее. Ездим на дискорде. Куришь, я с тобой проведу время в дискорде. Она такая, ну давай, что это такое? Я просто, я такой, наушники HyperX найти. Так, а тебе какие наушники, Razer или HyperX? Именно Razer. Типа, какими ты пользуешься? Ставь подальше. А, да, хорошо. Типа глотаешь, смешно. Да? Ну, я нормально пью? Не, некрасиво. Как я пью? Напишите в комментариях. Да. Не, слышу Razer, это реально смешно. Мне иногда смешно от вот таких странных шуток. А, наверное, никто не понял. А почему Razer? Типа, у меня есть Razer и HyperX. Это же просто забавно. И женщина такая, знаешь, на лабутенах такая, ну, что-то в этом есть, да. Я пользуюсь о фортек, типа. Да, 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 да. Как вы всегда слушаете этот скулящий смех? Мне сразу хочется ржать. Серьезно ты? Смешно? Ну, у тебя реально смех смешной. То есть, ты можешь не шутить, на самом деле? То есть, а я не шучу никогда, я просто смеюсь. Вот прикольно, у тебя, короче, смех, он заразительный. Я бы, знаешь, хотел снять реакцию, реально, просто, где, час, и просто, я сжимаю на паузу, такой, это очень круто, я бы такое смотрел, или, да. А что раньше появилось, права, чем машинки? Машины, да. Машины. Могу было поворотовым в лобе. Изначально у меня появились, естественно, права, потом машины. Я решила ему подыграть. Я отвечаю людям, то, что они хотят услышать, для того, чтобы больше они не тормошили мою психику. Первая ночь в постели, и мужик такой, типа, ну как тебе? Она такая, боже, это было просто невероятно. А на самом деле, на самом деле, они в Дискорде сидели всю эту жизнь. В Дискорде. Вечный мем, блин. Ты знаешь, я реально думал, что он такой, ну я сижу в Дискорде, типа, это его основное увлечение. Главное всегда говорить, знаешь, таким голосом, будто бы ты просто, не знаю, разрабатываешь какие-то... А так можно со всем, типа, последние три года я пью Эвиан. Мне доставляют. Это уже серьезно. Хотя, Эвиан это ладно, это уже знаешь. Последние три года я плю динамит. Это энергетик белорусский такой. Ну, кстати, я не знаю, ваши идеи энергетики. Последние, буквально, наверное, лет 15, мы с подрядчиками рассматривали вариант именно поедания некого котона. Да. То есть, мы смотрим просто смету, понимаем, да, команда может, команда делает. Мы выбираем. Я люблю управлять в себе. Знаешь, поставщика для того, чтобы понять, у кого более качественная целлюлоза. Именно, да, так сказать, высоколиквидная. То есть, способная максимально быстро обращаться в деньги. Что это такое термин? Высокая ликвидность. Термин обозначает то, что этот актив максимально быстро можно продать прямо сейчас. Маржинальность. Маржинальность. Ну, то есть, маржа. Маржа. Правильно? Да. Непосредственно понятие глубокое достаточно. Так. И понятное многим. Поэтому, думаю, пояснение не нужно. Дебит и кредит. Есть дебит, есть кредит. Все. Спасибо за объяснение, Александр Семенович. Вы приняты. Не, на самом деле, несложно. Продолжаем. Как тебе моя езда? Какая-то тебе шутка здесь пришла, ну, какая-то банальная? Нет, конечно. Она говорит, как тебе моя езда? Езда. А я сразу подумал про поезда. Роговно то же самое. Да, она просто простая девчонка и любит на плацкарте ездить. Зачем? У меня даже мысли. У вас была мысль хоть одна? Какую езду, нет? Купила машину, а потом купила право. Нет, я сдавала на права, конечно. На машину я откладывала два года. Если кто-то с другой забезпечит, все иншее, за два года реально купит и машину. За два года купит она машину, но перед этим ни хуя не понял абсолютно. Где ты живешь? В своей квартире. А на квартиру сколько часа вы складала? Квартиру подарили. Подарил. Круто. Типа, я бы тоже хотел. Привольно. Нормально. Круто. Я бы тоже хотел. Нет, нормальная хата. Это как я сегодня говорил про мужика, который типа я работаю на складе, я такой, ну и как работа? Он такой, работа. Че, блядь, я должен какую-нибудь информацию от этого получить? Типа, вот, спасибо за обратную связь. Работа. Работаем. Кто за такие подорожки? Хороший парень подорожки. Хороший парень был. Я... Так я тоже так считаю, но, к сожалению, не сложилось. Да, потому что, как говорится, бывает в жизни что? Правильно. Огорчение. Девчонки, желаю вам всем такого парня, как у главной героини. Возможно, козел, но квартиру оставил. Всегда ставьте свои желания и приоритеты наверх, либо вниз. А дарила тебе подарки? Ну, звичайно. А какие подарки? Веда каких-то солодочей, там, добишься каких-то серьезных таких. А ювелирного украшения нет? Веда каких-то солодочей? Я как essential. Я так понимаю... Что дарил? Веда�ита солодочей. Как вариант... Я двигаю солодочей. Просто женщина под Murk Cum �hst Now, а реально, что такое я кидать солодочей? Эф, а конечно сюда. Я так понимаю, ну, типа, сладости, наверное, просто дарил, какие-то типа конфеты там печенье он реально и рассказывает не на дорогу типа ювелирку дарил не дарил или тоже там зривнивала мог быть что я сможет подорвать и мы и будем таки этапа на default то есть я понимаю что кандидат сидит передо мной далеко представляется меня на первом свидании женщина спросила типа какие самые дорогие подарки ты даил смотри самый дорогой опять ну а как по-другому нет я утрирую естественно не хоркал бы я бы будь пощечу я кстати не уверен я думал бы харкнуть мне нравится что она такая но это полный дефолт как ты как но она наверно посмотрела это вообще стоп нет столкс wall street посмотри скажи определение нормальная разберемся что такое дефолт начнем с этого дефолт это состояние рынка когда все активы приходят в неликвидность хорошо тогда скажи что такое стагнация стагнация это когда смотри стагнация это видите начинает бегать потихонечку а я слышу как здесь сердце стучится деформатор короче когда все пошло бы вот стагнация это просто застой это все когда все пошло ну да по езде ты меня позволил перед на миллионную аудиторию просто я хочу чтобы вы знали то что и простой термин задаешь человек сыпется все давай дальше что такое куколд это обычный те вот этот термин уже интересный это из экономики куколд это состояние души состояние души при котором ты хочешь но ты был все это время куколдом наконец-то ты избавился от этих оков ладно да я был куколдом занимаешься расскажи працю я персональный тренер в элитному фитнес-клубе треную плавать это по мастер спорта плавание переводчик переводчик на самом деле даже для меня нужен переводчик я переводчик мне нравится этот акцент ее английский язык циклево циклево это клево циклево бро знаешь типа это так необычно переводчики это реально одну круто вообще-то это очень тяжело реально да конечно не он просто я веду я ни в коем случае не умаляю достоинство переводчиков но просто он так реагирует типа мне кажется на все что угодно бы сказала типа там я ем бобра и он такой вау круто я круто ты кто я гробовщик не смешно давай знаешь как тогда давай ты кто я я гардеробщица да 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 класс или такая поварик но тоже не смешно потому что я жду щенячьего смеха вот это что нам не сказать попробуй последняя попытка тебе дается ладно хорошо 3 2 1 0 минус 2 я настраиваю дискорд нет все они про шутка пошученные дважды смешной уже не является дискорд больше мы не шутим переводи хуем за минуту не знаю что он сказал у тебя прикольно звучит у тебя не реально ну из-за того его низкого голоса хуем за минуту не ретаритируете крим робота я занимаюсь качаюсь и боксом занимаюсь и мое увлечение новое это рисование молодость я за хоро я просто в контакте на стене там граффити оставил одному парню после этого я решил что я просто вот моя мечта это посмотреть его картины реально будут показывать надеюсь на прикинь она рисует языком тела а прикинь кстати показать картина там реально крутые картины и получается мы просто крестра да 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 это будет ужасно так не будет на самом деле конечно не будет с нубордингом кайтсерфингом вейкбордингом стройболом слышали мы про твои вейбординг профессионал блять бэйбординг сейчас он еще надеюсь скажет но также люблю прыгать на баймиксах аджин крафтингом эшексам они вы без к профилю Omega горку не заехал экстремальные виды спорта прикинь она просто вот такая типа просто единственный человек в мире который на вертикальных и ты такой не заехал и там остался метр такой Я бы сейчас отдал все, чтобы увидеть, как он на горку заезжает еще раз Сдается, забагато новых слив для филолога Жени Представляешь, что там в серфинге, если на выкборде вот такие падения Я не знаю, у меня сразу мысль, как они голые лежат, и он такой Я не знаю, у меня сегодня очень такое настроение Да, у меня настроение просто такое сегодня очень жесткое, извините, конечно Все в пошлости И он такой, ну как, охуенно Так сказать, диджей Так сказать, подкрутил пластинки Катафот Это здесь какой-то белорусский тоже? Не, я придумал Всем привет, с вами MC Катафот Катафот Да, йоу Катафот сегодня будет в клубе Типа, йоу, чувак, а че за диджей? Да это Катафот вроде бы Это на г통, заблевério Ахаха Bah!! Хаааахаха Буде на... Буга, не на на уходных деле на Катафоте У-у-у-у-у-у-у-у-у- 가� Вы к скольке? Мы к девяти. Восемь катафотов. Вы чё, не опоздайте, там же катафот восемь. И там, знаешь, типа, реально, а кто после него? Да там, эмси-фликер, ты чё? Слушай, можешь меня назвать канал Катафот и Катафот Ти Ви. Всем привет, вы на канале Катафот Ти Ви. И, типа, знаешь, у тебя 650 роликов обзора катафотов, просто. Знаешь, типа, это два просмотра от тебя, мамы там. Также, не забывайте подписываться на мой канал Катафот Лайв, на котором я ежедневно пощу ролики. Как только канал Катафот наберёт отметку 13 тысяч подписчиков, мы открываем канал Фликер ТВ. Ой, блядь, слушай, катафот это разрыв. Да хорошо, боже, я сейчас, то есть, уфу, Катафот, Дискорд, это, слушай, мне нравится, мне нравится. Сёрфинга нажаль не мая, сатраба, чтоб было хвыли. Ну, знаешь, это квотки, квотки тебе. А, це вайк называется. На тросах, так? Вайк, да. Вайк? Вайк? Вайк, да. Там, знаешь, просто маленький мешочек, вот этот сахарный, просто весь такой белый, типа, так вот же. Я просто реально не понимаю, а что это? А, там касса за прилавком, такая женщина полная такая, как Билли Айлиш, которая выглядит после последней фотосессии. Стоп. А я участвовала еще в конкурсе красоты, заняла первое место. А это всеукраинский международный конкурс? Это внутрикиевский конкурс. Внутри ее квартирский конкурс. Я уверен, что никаких конкурсов она никогда не выиграла. Просто, знаешь, позвала подруг страшных своих. Типа, я самая красивая. Пошли. Итог. Весь конкурс. Ты понимаешь, без шуток, что он всегда выдает одно и то же лицо. Абсолютно всегда. А шутка, то он такой. Если она ничего не говорит, то он такой. А прикинь, на самом деле, как было. Короче, он просто выдал одну эту эмоцию. И после этого у него просто тройничный нерв зажало. И у него просто, типа, лицо потекло. Он же такой чисто мемный чел. У меня зубов уже. И он просто сбоку его подснимает. Потому что то ли... Он сидит в капище, блядь. А там, знаешь, с другой стороны, просто мужикому лицо поддержишь. Типа, просто челюсть уже не оторвалась. Такое, знаешь. Бабка сидит, зашивает там, типа, нитками, спицами. Я просто реально вспоминаю начало. Вот это, когда-то все началось. Ой, боже. В журнале. Прикольно. А что за журнал? Это когда я на принтере распечатывал черно-белом, типа, свою фотографию. И сказал, что журнал. Зачем ты вопрос задаешь уточняющим? Мне такое не подходит, не нравится. Где ты, Эльберт? Просто ужас. Я не помню. Класс. Еще одно мое увлечение. Я люблю очень фотосессии. Как тебе? Ну, это уже, да, такая. Блин, если честно, необычная фотография, согласись. Я такое видел? Вообще. Это, да, мне нравится тем, что она, как минимум, выделяется. Кстати, реально, среди всех обычных фотографий на кровати, это реально поза, ну, не повторялась с ней. Просто я не раз увидел, чтобы кто-то, ну, типа, на кровати был в туфлях. Вот это тоже важно. Это вообще, ты хоть раз видел в купальнике женщину? Во-первых, это боди, скорее. Это боди. Это боди. Это боди, да. Это боди, туфли, и вот эти татуировки. Короче, нестандартность она сейчас решает. Не, кстати, и прическа у нее очень необычная, будто бы какой-то ирокес у нее. Не, нормально, да, да, да. Цвет кожи, я уверен, тоже натуральный. Да, кстати, это не фотошоп. Такси. Я бы, наверное, не сказал, что цветы. А как тебе контрафакт катафотов? Ну, забавно, но это уже вот то, что там было. Я жду следующую шутку, чтобы разорвало так же. Ну, катафот вот как там было. Это я... Калтенбек. Это имя. Это похоже на Иманбека, который взял Грэмми недавно. Ну, я согласен с тобой. Угу. Ну, я предлагаю нажать play и дальше смотреть видео. Да, давай не отвлекайся, зачем ты это делаешь. Да. Сказал, что это я. Ну, можно вот так. Она была нескажена сам. Дуже багато фотошопа. Здравствуйте. Спасибо. Салат с вами. Угу. Дякую. Так, я все-таки попробую этот салат, чтобы она влезла в рот. Не дай бог ей не понравится. Только не дай бог. Дайте-ка я понюхаю. Что она может еще понюхать? Она просто сейчас высасывает из себя все что угодно. Она такая, подождите, дайте-ка я посмотрю консистенцию салата. Просто берет руками такая. Так, мне не нравится этот салат. Ммм, вкусные креветки. А ты не хочешь попробовать? Давай. Ну давай. Смачно. Смачно? Вкусно. А, я думал, типа смачно. Типа смешно? Нет, это вкусно значит. Нет, ну а ты знаешь, что значение слова смачно? Просто смачно. Типа смачно, блин. Вкусно. Ты реально думаешь, что смачно это только вкусно? Да. А, смачно типа, ну хорошо типа. Ну он типа смачно конечно заржал. Ну сильно типа. Ну типа смачно, да, сильно. Ну да. Приемненько. А ты не хочешь? Приемненько. Приемненько, ну типа достойно. Приятненько. Приятненько. Приемный Альдар, приятный Альдар. Ооо, вы на канале приемный Альдар. Альдар. Куштовать мою трубочку. Хочу. Это так звучит классно. Ближе, ближе. Трошки с травычку, так как ты любишь. Нос ей так и такой. Типа ужас. Я не могу. Грязными руками в рот. Возможно они первые люди, которые коронавирусом заболели тогда. Может быть. Как раз три года назад. Хохланд сыр взял грязными руками в рот. Там вот именно Хохланд, блядь. Конкретно Хохланд намазали блядь туда. Ты думаешь не Хохланд там? Ну типа нет. Это же хороший творожный сыр. Подожди, а какие еще есть сыры? Хохланд. Ну вот эти как, знаменитый Хохланд и еще. Бершка. Да полумбирь. Я просто сказал первое слово, которое в Голландии. Бершка. Чего именно Бершка? Я не знаю. Ну Хохланд и Бершка. А у нас был сыр Ривер Айланд. Я просто подумал. Хохланд и Бершка это как две сестры. Типа знаешь какие-то, которые живут в Голландии. Типа занимаются строительством, кровлей. Эй, Бершка. Хохланд. 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 Сегодня мы идем на концерт Катафота. Все вместе. В Дискорде. В Дискорде. В Дискорде. Хохланд. Мы поедем туда на вейкбордах непосредственно. Хохланд. Хохланд. И будем подниматься на велосипеде в городе. А я хотел бы сказать, а ты молодец. А ты молодец. Ты улавливаешь информацию прямо, как говорится, на ходу. Непосредственно, грубо говоря. То бишь, если смотреть через призму на вот эти все моменты. Без ограничений в голове. Сексуально. Смочна? Как правильно говорить? Вкусно. Смочна? 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 Почему колышным стал хлопать? Потому что он не хотел на мне жениться. Я думаю, что она не то, что готова. Она очень хочет уже серьезных. Ведносами, может же, и бэмбики там себе хочет. Мне очень нравится то, что дети-то бэмбики. Ну, бэмбики. Ну, бэмбики. Да, да, да. Просто звучит очень мило. А каким? Давай сделаем бэмбика ляля. Малая. Как по бэмбикам? Эй, малая лялячка, иди сюда. Давай по бэмбику. А таким просто, типа, хочу оленев. А прикинь, про оленев. А, про оленев. Мала, наверное, хотела бэмбика. Ахахаха. Бля, я не могу скукупаю. Отношения. Ну, так, звучайно, были. А как долго они длились? Деки караки. А вы жили вместе? Не, не жили. А совместным будущим не было разговоров? Не. То есть ты не хотел детей от этой женщины? Я какось я про це не задумывался. Я просто мечтал об оленях. Подожди, что он сказал? Я бы как-то проценты задумывался. Что в каких-то процентах? Потребительский кредит? По мне не нравился. Она просто была главным бухгалтером. И проценты неправильно считала, поэтому... Ну вот это нормально уже. Давай. Меня это очень смутило. Будем бросить счет? Так, так. Возрахуемся. Можно вас? Пожалуйста. На счет. Если бы у него не оказалось денег, то он сразу бы отправился в сад. Куда? В сад? Ну да, яблоки собирать, чтобы он потом продавал. Знаешь, реально? Что такое сад? Ну, бабушки рядом с метро стоят, у них сад свой есть, понимаешь? И яблоки они собирают и продают. Он сразу бы отправился в сад. На заработки. Да, на заработки. Она бы сидела там нюхала креветки. Дальше. На счастье Игору выскочило. Так как я лично... На счастье Игорю выскочило. На счастье Игорю выскочило. На счастье Игорю выскочило. Он в казино сразу приставил. Чувак такой, все на зеро. И я такой, о, выскочило. 16 красное выскочило. И он такой, давайте мы рисуем. Давайте все в казино ваше. Стоп, реально, я без шуток хочу узнавать. Выскочило, что это? Я... Ты не даешь дослушать предложение полностью. Ааа, извиняюсь, извиняюсь. Грана, я тебе приготовила небольшой сюрприз. Сертификат на интуитивное рисование. Ты когда-нибудь слышал об интуитивном рисовании? Не, Николай. Интуитивное рисование, это когда любой человек просто берет что-либо с графитовым стержнем, возможно. Сразу ядерный реактор вспомню. Поедет Чернобыль, типа, и там бэмбика рожает. Ты не хочешь тратиться на подарок, ты, типа, даришь сертификат на интуитивное рисование. Просто сам рисуешь на сертификате сертификат. Типа, вот тебе... Это я как раз делал на интуитивном рисовании. Ты можешь им воспользоваться когда угодно. Когда тебе захочешь, ты просто порисовать. Все, пока. Дякую, дякую. Мне очень приятно. Какое интуитивное рисование. У меня есть такие побои. Угарна реально. Чё? Он говорит, какое-то интуитивное рисование, я этого побаиваюсь. Ну пусть на горку заезжает. Для майстер-классу Игор та Женя перевдягнулись у більш сручный одяг. Я хотела показать рисованием то, что я более глубокий человек. Ты готов на эксперимент? Я такой, типа, знаешь, выходят два шестиметровых игр. Ужас. Она такая, смотри, я более глубокий, чем ты думаешь. Я просто полностью сами залазил в нее и все. Здесь сегодня все в одну точку. Так я, понимаешь, какие проблемы присутствуют у человека, на то он шутит. Понимаешь? А, да, это комплекс? Да, естественно. Я же тебе про это и говорю. Хорошо, что ты говоришь о них открыто. Так я спокойно говорю об этом. Мне кажется, за это и вы любите то, что он такой. Ну да, у меня есть комплексы. Я просто закомплексованный человек. Ну будем пробовати. Для интуитивного малювания не треба бути Ван Гогом. Достатньо мати фарби, фантазию та тіло. Ей частины тіла как раз для того, чтобы малювати вот такие картины. И груди в тому числі. Все, ты начнеш. Намалюю сонечко. Я читала, ты знаешь про цвета, что у каждого цвета есть противоречивое обозначение. Желтый цвет обозначает цвет солнца, радость, и в то же время цвет лицемерия. В то же время цвет желтухи. Ты парил когда-нибудь? У меня гепатит Б вообще. Зачем она на каждый слог последний вот это? Она живет в Киеве, наверное. А ты что хочешь сказать? Типа, если я приеду сейчас в Киев, все мне такие типа Дай шланг тебе скажет каждый человек. Да я не уверен, что девушка из Киева, что вы так разговариваете? Конечно же нет. Пожалуйста, запишите голосовое сообщение в комментариях. Ты ревности. Ты знала об этом? Я никогда не текался. Красный. Это цвет любви и в то же время цвет агрессии. Мне здається, шо вона аграрная силиконовая лялька. Я услышал типа аграрные силиконовые ляльки. Типа большие силиконовые сиськи. Я не знаю вообще, что он сказал. Аграрные силиконовые ляльки. Ну это не, он мне это сказал явно, но мы так услышали. Ну я думаю, что не только мы так услышали. Но дальше спілкуючись, видно, что там щось есть инше. Мне нравится, на самом деле, я сам не понял, что он сказал. Мне нравится просто пропускать его фразу, типа. Какая раз силиконовая лялька. Да он на самом деле еще рот плохо открывает. Типа непонятно. Ну он такой, как американцы. Знаешь, как они такие типа. Не, он знаешь типа из Ирландии. Что ты там уже нарисовал? Я намолю его в солнышко. А, это как маленькие детки, да? Ну да. Дебил, мама. Ты что, не вырос что ли? Я щас за мужика хотела замуж выйти. А че? Там какие-то маленькие детки там нарисовали. Ребенок. Что зеленый значит? Зеленый цвет обозначает цвет гармонии. Кто тебе миш подобается? У меня ощущение, что мы с тобой всю п***ли. Все абсолютно ноты. Но мы спели нормальное, я думаю. Нет, то, что мы поем нормальное. Отвешите, пожалуйста, в комментариях. Справьте голосовое сообщение о том, как мы спели. Да. Вы знаете, где отправлять голосовые сообщения в комментариях? Да, на ютубе. Вот кто найдет, тот уже, как говорится. Ну ты выиграл, молодец. 300 тысяч рублей. Да, кстати, про конкурс мы скажем чуть позже. Да, подписывайтесь на канал Женя. Начи монет. Ну, один и тот же художник. Мне показалось, что Игорь у меня стебал. Если человек в этом крутится, то, может, мы его не знаем. Не, ну у него прикольно получилось. Только я не вижу ее до конца. Ну, типа посередине только какой-то видишь, олень получается. Он все равно проблемный. Но мне не нравится то, что вот здесь вот зеленый резко угол. Короче, как-то как будто не стильно. Градиента нет. Градиента нет. Вот если бы был градиент, было бы реально круто. Да. Игорь, что ты нарисовал? Ты помалювал. В линном красном платье. Тут солнечко намалевано. Ты символизуешь солнечко, которое пришло до меня в життя. Мне все, честно, было приятно. А что в тебе намалевало? Я намалевала твой образ. Ты могла... Типа, я представила, что у тебя есть мотоцикл Сузуки, ты разогнался 300 км. А это про него. Я вижу, что это произнесло в ближайшее время. Проходит 12 минут и он разбивается. Знаешь, типа съемка. Как его зовут? Игорь? Игорь. И так Игорь подъехал на съемки, нам просто хуяка фура снесла все. Без зубов, без глаз, с дискордом, в наушниках HyperX, с микрофона Razer и на велике еще сверху. Какой же он просто ходячий мем. Я не знаю, как к нему относиться, как к герою какому-то нормальному. Герой пятый. Нормально, прикольная игра была. Можно я пяткой подпишу? О, это вообще будет супер. Не-не-не-не! Без удар. Честно, мне хотелось его приметь. Придем купаться. Уже заигрывать начинают потихонечку. Дааааа. Игорь, 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 Игорь. Игорь, Игорь, Игорь. А я уже начинаю следить за их взаимоотношениями. Переживайся, переживайся. Меня зовут Игорь. Хочу некого бэмбика. Давай оболью. Оболью тебя красочкой, если тебе, конечно, нетрудно. Да. Ну, конечно, пойду. Некого бэмбика. Некого бэмбика. Это смешно звучит. Именно вот эти формулировки. Типа, зараз, я по некому бэмбику обращаюсь к вам, если нетрудно. А что мне остается делать? Ну все, пришли. Так, ты мне обещал открыть. Да. Опа. Тут уже немножко интересно, как говорится. Я здесь себе поднапрягся, честно говоря. Да. Зашли в какую-то реку болотную. Мне нравится, как он хочет. Снежь это смыть, да. Восточные воды. Просто заразил хламидию. Вода в говне всякой. Спасибо. Ну, скажу честно, я бы помыл ее. Я бы нормально. Ммммм. А вы представляете, как он ее моет? Он такой. Давай. А он такой, взял бы. Давай уже схватил и записывал. Нормально. Уже взял бы вот так просто. А, стоп. Давай, давай. Вот эти руки. Взял бы вот так. Вот так вот. И все. А вот это уже вырезку я себе сделаю с этого видео. Спасибо. Будешь шнырять? Да. От него веет мужественностью, силой воли. В нем есть вот этот мужской потенциал, который я так давно ищу. В нем было бы уже на самом деле. Ну, милики такие. Не, ну, мило. И мне, знаешь, сейчас вопрос в голове. Кто подбирает музыку под вот эти вот... Кстати, один в один спели, как играло в оригинале. И при этом мы не знали, что петь надо. Да. Но получилось просто то же самое. Давай гитара ты будешь, а я буду петь. Давай. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум Просто, типа, знаешь, идет волна, а там просто, ну, реально коричневая вода, коричневая волна. Там, знаешь, типа, индусов выносят просто, которых ганг смыли, там, типа, потому что места нету, где хоронить, и просто, типа, если пример, то он из какой-то крайности максимальной. Типа, если глубина, то, значит, два негра огромные приходят. Типа, если волна, то, значит, индусы умерли, блядь, там. Ну, это не самое жесткое еще, что может быть. Да, дальше будет что-то вообще биздец. Я не знаю, что не придумал пока. Как твои 50 лет? Ну, мне дуже сподобалось. Так, неочековано, и, ну, дуже классно. Ты знаешь, что эти картины нам доставят домой? Ты больше хранится? Звычайно. Я все-таки молодец, да? Ну, дуже, дуже молодчинка. У меня вот такие питания, нескромные. Штучные груды, штучные груды. Пиздец, Баврила или нет? Блядь, ну, Эльдар, я сбился. Мне было важно, что она сказала. Что он сказал ей? А что? Я, короче, задумался над, блядь, над каким-то украинским словом, ты пошутил. А можно вернуть, да? Давай чуть-чуть вернем, реально, спасибо большое. У меня вот такие питания, нескромные. Ну, ты капитально нескромные. Это так звучит? У меня к тебе питание нескромные. У меня к тебе вопрос. Как я это все вообще слушаю? Ну, просто знаешь, это как пацанчик, ты капитально нескромная такая, нормальная. Типа, мы порисовали. Малыха такая. Лялечка, иди сюда, нормально. Краля такая рабочая. Штучные груды, штучные губы. Штучные груди, штучные губы? штучные грудью штучные губы зачем ты решила сделать себе губы и рот у меня кстати капа во рту я разбился на мотоцикле губы грузии у меня широкая душа я решила также подчеркнуть потому что гладиолус ельдер вообще не понимаете мне раз говорю давайте будем приводить а так у широкую душу а говорит я была в асгарде там гнарёк снимался на асгард напал значит этот демон я сейчас надеваешься это мирный период дашь или ты сейчас что-то говоришь другое что ж гардый что ж гардый что она говорит напрасно говорила сейчас теряем кстати шуток сколько на этом но я уже за почитал штуки 4 когда ты на выдаешь мне шутку а я такой типа что говоря это не страшно потому что мы два часа уже пишем и посмотрели меньше половины третий с половиной розмит меню взагалі подобаюся груди не різни а я гаразд думай так как и все мужчины но мне сделали имплант подмышця так что я могу кормить ребенка а по поводу губ это как болезнь у меня губ еще раньше были больше ты знаешь там гангстеры какие-то с пистолетами там знаешь показывают же может она сама звучит вот битбокс типа от нее был а это какой диджей как его зовут мс анатолий не давай дальше я думаю что в лоб краще трошки меньше я думаю что в лоб краше ложки меньше он говорит я думаю что краше трошки меньше я думаю что красивее было бы поменьше красивее красивее прости красивее обеспечение не обеспечение флюорография говори как фотография флюорография говори как фотография бисектриса крыса который бегает по углам и делит угол пополам двигаемся дальше молодые люди пифагоровые штаны во все стороны равны равны тасывает геороновой кислотой вот они стухают то есть ну до первоначального размера но не жалко а жалко сами губы тех денег которых я на них потратила мне здаётся навед повела в двор а я вор взял вырву продам на рынке я в сад побегаю к бабке поменяю на лучу на лучу побачення завтра уже за мною я вся прям в интриге після першого яскравого побачення игор разгубився чим же вразити женю на другому тож за порадою хлопец звертається до наталі холоден да спасибо большое за этот текст знаешь кто это наталья холоденко наталья холоденко здравствуйте меня зовут наталья холоденко уходно буквально на 5 минут не более я вам кровать тут подстелил немножко вам удобно кровать заправляла наталья холоденко для вас сегодня кровать заправляла наталья холоденцу я не завру блядь ой боже полная жопа холоденки вот это реально смешно холоденку как говорится она в эфире ну расскажи какие у тебя впечатления от первого свидания с Женей гарно девчина але трошки на стороне гарно девчина красиво как вам девушка одна дневщина типа на один буквально давай ты не будешь каждое украинское слово комментировать когда ты его слышишь давай потому что мы будем бесконечно так смотреть да кстати да 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 уже вот так званый тюнинг переживаю за те что можливо она не підтримае мій спосіб життя то есть она такая гламурная кошечка говорит типа возможно она не поддержит мои мои взгляды на жизнь короче потому что она такая типа модная походы ну так так я предлагаю тебе пригласить женю на второе свидание походные условия и как раз ты сможешь понять как же она будет реагировать на твой активный образ жизни он такой знаешь типа в южную африку канаконгам там типа знаешь забрасывал что погнали он же больной блять а он еще знаешь типа на роликах доехал туда такой я представляю как они на роликах едут в рейзером блять кстати не забывайте подписываться на канал Натальи Холоденко ссылка будет в описании а также у нее будет коллаборация с эмси Катафот а кто там сегодня на барабанах? Холоденко по-моему Холоденко на микро Джей Катафот спочатку я запросил Женя буду себе на работу в бассейне цікаво переверить как он ставится до детей изначально я думала что он будет тренировать меня привет сегодня запросив тебе сюда слушай а мне субтитр металл легче будет сегодня позвал тебя сюда да хочу познакомиться со своей работой прочитай последнее предложение хочу познаемити зи своя работаю ажи познаем и ты хочу познаем это за своей работой зи зи свою работу с вейл уж ты шкал источник читать как или и читать как и русская как и читается познаем и ты познаем и ты парень дима кстати тоже тренер дима просто ребенок маленький и там знаешь показывает нарезки димы как удаляется в стену головы и тоже под эту брутальную музыку не очиковано то несподиманным знайомством и с новым человеком женю налякать и складно я искал ребенок будет реально ребенок я украл и он просто на улице сидит мама вернулась там в зарбах зашла а ведь может ребенка посторожить я взял украл я пришел с ним на плавание и по часто обычно родители просят незнакомцев посторожить ребенка можете поставить моим ребенком на минуту вы можете посторожить моего ребенка и на неделю в болгарию слетаю получить сразу возникли такие положительные эмоции мне сразу так стало тепло я работаю главным бухгалтером строительной фирме снимаясь так же закупками также помогаясь как вызовут серии дмитрий игорь его зовут игорь да игорь и дима игорь и дима это дима 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 вообще не в курсе чуть чуть за съемки но это дима подъехал она реально вот ему вопросы задают дима как у тебя дела там сидит просто плеску ну это кстати вот так бэмбик реально он не похож на оленя маленькие детки справляет хорошее выражение на битч поэтому я тим хотев трошки пить купить же я маленькие я все понимаю маленькие дети хорошее впечатление красивых таких девушек просто девушек я так себя добавил тебе понравилось она все-таки есть скажем так середине ролика мы там ее позасирали что силикона такая уже симпатичная в принципе уже и как говорится годный товар где в нормале обработаем малых у большого маленькая ляля ждет своего принца ну слушать реально согласись хочется пить но эвен вообще топ вода согласен она прям идет мягкая да и иного даже полезно сколько у нас с тобой вес одинаково нам нужно пить с собой три литра воды в месяц обычная норма детей китайские которые шьют кроссовки adidas типа формула формула пока не забыл подожди сейчас скажешь формула 1 литр воды на 30 килограмм веса тела это реально полезно я сказал шутку даже не посмеялся потому что мне важнее сказать какой-то хорошей информации шуток много а что за шутка была я говорил о том что 3 литра воды в месяц это обычная норма китайских детей которые шуют кроссовки adidas типа ну не в плохих условиях работают и типа мало воды уже все шутка пошученная дважды уже не являетесь смешной он знает как правильно держать ребеночка знает как правильно прекратить его плач значит артерию пережил сонную а у него вот это улыбка лицо туда не видно у него лицо он такой знаешь типа ребенок плачет плач ребенок теперь ты рост открой ну он типа водичка играется с ребенком какие родители согласились отдать ребенка дмитрий смысле он сам он сам самостоятельно сферма блядь это знаешь типа родители сфера просыпаются ребенок думает батя я твои ключи взял туда тачки nissan альмируя загоню потом в гараж я к игорю бассейна да 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 коньяками зубы захватили дмитрий холост батя зарегистрируй тиндер и по пальцам недооттягиваться батя заряди мне на сбера я сегодня такой ля лягу гудливую батя заряди мне автомат не могу поднять к сожалению блядь а обоему блядь дмитрий блядь дмитрий блядь дмитрий парень вот против ребенка я сейчас уже хочу детей знаешь что она что-то говорит такой блядь мне нужно воду через ладонь пропустить я уже давно забил понимаешь канализация работает с помощью моей ладони я качиваю воду там уже солидант блядь какой-то и дима такой работой нормально не чувствую напора ты заверил сколько можно за диму сказать дима ни слова блядь не произнес ну а как ты ты готова к серьезному отношению так ну ну что так она ему говорит ты готов уже к серьезному отношению ты готов уже к серьезному отношению закрой блядь дима уже отгиб я знаю как с дитками займатысь я хотела бы его взять на руки я описала что сделал что-то не так дима ты как дима дима воняет от тебя дживаншизм мой запах не нравится мне блядь как пиздец как ты достала баба иди помойся уже наконец-то нырди ты хоть я сразу почему-то представила что в будущем он может также обучать наших общих деток а теперь только когда дима это все тебе все слова знаете следующее интервью следить в костюме слушайте у меня большой опыт работы с детьми поэтому конечно я понимаю о чем они думают они приходят к этому а как зовут бабу ходынка молодынка задание холоденко наталья холоденко она такая у вас следующее свидание с дмитрием можете куда-то сказать там реально дима в костюме он не понял просто реально все что она говорит я сразу проецирую на диму да да то же самое игорь это уже чисто дефолтный чел который держит я уже представляю что дима держит Игоря на самом деле просто огромный двухметровый ребенок сейчас такая херня была все я б с ума сошел знаешь как чувак из рекламы мишлен типа вот это вот такая же двухметровый и держит Игорь я такой типа ручку ручку класс ура она трошки с ним навед игралась я побачиваю и майбутнюю маму яка хочет уже себе дителю он говорит ну типа она чувствует себя мамой видно что она хочет ребенка у нее такая грудинина такой неплохой он даже сказал то что у нее импланты стоят так что это не будет мешать кормлению это очень важно Игоре а Дима будет зарабатывать банки с Холоденко Дима будет зарабатывать бабки с Холоденко а они вообще базу откроют я думаю у них есть некий коллаб Холоденко и Дмитрий Холоденко фит Дмитрий или просто продюсерская сфотер открыли там пикси Холоденко медиа диджей Дима кто нас первый диджей? мы все катафот катафот ты заметил то что катафот уже не смешно ну Дима все перебил конечно своей харизмой Дмитрий Дмитрий Медиа Холоденко Дмитрий Холоденко медиа на самом деле грустно то что вроде вот только что прям реально искренне умирали со смехом а сейчас катафот типа ну и что катафот вот такая жизнь знаешь типа и то же самое знаешь чем мне страшно то что через какое-то время уже и Холоденко будет не актуально и Дима уйдет в никуда в коньит в небытие скажем так тут реально грустно то что надо наслаждаться моментом конечно потом уже не смешно вообще естественно смотри как этот мужчина смотрит на Дмитрия мы должны также наслаждаться как этот кот его б*** сначала сидел да кишка вот видишь мы забыли о кишке кишка это уже нормально да 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 мне было очень интересно чем мы будем дальше заниматься если честно я ждала свидания очень при стол ты когда-нибудь топила котят надо и там опять этот кот и там Дмитрий просто с джипа уносит на роботу то хуйня Дмитрий каков вас машина гранн чирокки мне нравится гранн чирокки мне нравятся автомобили я реально представляю Диму в костюме вот он именно чирокки в костюме у меня он сутенерском з Trail мне нравятся автомобили с характером у них отличная с характером с характером дима он любит именно с характером короче ребята блин 20 минут камера не писала а мы веселились очень смешные там была одна просто она взрывная было как заряем там шутка про мало когда она зачерпывала воду я сказал что типа я сказал что зачерпываю это там внутри дмитрий сидит это в моменте было столько сильно ржать вот вы увидите это смешно было но к сожалению все потеряно потому что у меня еще камера моя новая не приехала и вот sony я снимаю на 7 3 она перегревается сильно даже full hd но не расстраивайтесь мы стараемся делать лучше мы только начинаем мы только разгоняемся поэтому 20 минут контента пропало мы не будем смотреть дальше короче там просто девчонка мыла чан все это время реально в одной точке причем а мы реально получается почти ничего не пропустили 20 минут разгоняли просто 4 поэтому даже ничего страшного сада короче там была шутка о том что внутри чана был дмитрий мы смеялись этого разгонялись но к сожалению камера сказала нам женя она помыла чан пришла и все таки вау ты молодец они сначала ее обсирали за спиной а потом когда они шутки о молодынко молодынко холодынко да и все остальное холодынко и мы хотим сделать уху рыбу чистить не буду вздеваетесь надо мной помыть коза тогда же рисирую даже в лицо бросаю почистить рыбу я всю черновую роботу делаю я и верю что это вообще романтикою на другому побаченні не пахнет тут нервы жені проходить перевірку на митинсть сами помогли уже давно почистить разрезать и пожарить ну давайте я помогу что делать никто не хочет ладно господи почищу я эту рыбу ты пришла королевишна будь добра сделать черновую работу не такая уж ты королева у тебя хорошо получается ага серена даже шарит как рыбу вроде кстати а ты интуитивно знаешь как чистый рыбу или ты когда-то учился ее чистить я просто никогда в жизни не чистил а ты ходил на курсы по чистке рыбы вообще или нет ну нет я ходил на другие курсы а на какие ты ходил ну короче там не с рыбой связано понял к Наталье Холоденко ходил у нее как раз недавно был марафон желаний логично что против этих чешуек этих надо типа резать и так далее я просто думал знаешь как типа от костей чистить можно типа вырывать по одной а можно какие-то лайфхаки там использовать что там сразу вырывается взорвать пополам ее да 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 типа может здесь то же самое я не ожидала такого подвоха спочатку дивишься на ней думаешь что вона фифа такая лишние работы не зробить девчонка ладно симпатичная девчонка нормально я уже прям знаешь концу такой типа ну я уже к ней просто привык да 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 реально мы уже столько это смотрим типа а это Женя мы все ее знаем я реально к ней уже хорошо отношусь да я люблю я даже так бы сказал честно тоже да я бы с ней дмитрий усыновил но дмитрий сам вы их установили знаешь семейная фотография стоит дмитрий держит Женю и Игоря просто на руках побоялась у нас себе дуже достойно на відміну від Игоря дівчата від Жені не в захваті і не приховують всього извините за такой бестактный вопрос издубриеш ребята извините пожалуйста за мои шутки что-то меня вообще позиции а я к ним уже начинаю привыкать сначала я такой с осторожностью знаешь я просто Женю рад видеть на самом деле поэтому сегодня извиняюсь спросить кто меня не рад видеть я сделала себе губы губы да я люблю все большое а ты нет коментарии какие-то нужны излишне да девушки не знают чувство такта это не воспитано 1 это некорректно 2 а грудь это пещерная воспитали волки а грудь слушай на это унижение какой-то да это унижение уже так нельзя делать мы же мы же можем иногда не будет ну ладно будет это скорее в рамках типа обзора в рамках обзора жизнь бы я конечно епс не нам в жизни похаркнул просто затыльник от соски пошла дима заводи трактор толкача грудь моя твоя да натуральная да аж подожди стоп это же ну да отгазовы твои она как я понимаю уже устаёт да она типа троллирует уже их понимаешь я понял а когда сейчас твой памятник когда она еще троллировала видео кое-кого и как она сказала игорю в ресторане после того как понюхла креветки то что типа она сначала получила машину а потом права я его обмолил что он по реально внимательный до парень да конечно а как-то определила но мне так кажется может быть девчонки сами хотят сделать эти процедуры тебе шуток так всегда когда спрашивают и угорают значит хотели бы да по любому конечно я обычно привыкла кушать в ресторанах поэтому я хочу принести долю красоты в это все хочешь ляхты на стил очень смешно я думал что это штатив хочешь приносил типа таблетки я даже интеграция хочешь мироместин у тебя какие то вопросы реально что тебе да да там не хватает камеры мне должно быть везде красиво даже на природе на этом ковре самолете какая она милая девочка я уже нравится видишь она за эстетику а какой ковер самолета ну она про покрывало это говорили мне нравится что они прям смотри обособленные крысы такие они прям сели где то в стороне она что-то ходит делает а они такие наблюдательные это ужасно выглядит мне реально еще становится жалко без шуток она мне сейчас реально кажется будто из высшего общества да 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 они а это просто знаешь типа австралопитеки сброд да так привет давай укусить прикольно ну извините мы уже в цей час не сможем поехать ну я не знаю как вы ребят ну я смогу ехать тут недалеко я славлю такси я пойду домой вы мне конечно извините но так мы не сможем переплыть справа в топ ну не тяжело я конечно могу игнорировать но что он сказал честно говоря у меня мозг затуманен я почему-то последняя шутка про Дмитрия ты прям держался да типа когда она сказала я буду славлю любую попутку типа и поеду я просто специально выходит на трассу я знаю что ты скажешь ничего нечего ловить я знал все здесь садится и уезжает машина какая? все правильно град широкий во рту что у него? мальборо все верно а если выйти лесом можно на острове можно на острове как? вы прикалываетесь? нет это мало будет сюрпризом я же могу переплыть правильно? я тебя разочарую а там же вода грязная зеленая ну да как я кого бы думать мне нужен фен мне нужно уложить свои волосы я привыкла к комфорту я хочу домой Игорь я хочу домой Игорь он такой ну ладно пошли вперед на руки несет естественно в горе да он типа едет в горе это тут тут там знаешь типа кадры они на серфинге едут домой типа на велики падают везде и все няшка и тяняшка просто ляшка? няшка я думаю снимает ноги типа ляшка ну типа знаешь что стена стол ужасный фильм ляшка в ляшке снимались вены сосуды словно с крышей едет реально в ляшке я не хочу принимать участие вот конкретно в продолжении этой шутки я в этом только ради Игоря в этих палатках с ночевкой а если выхода нет я остаюсь найти а то я повешусь просто пошла вздернулась на дереве и Дмитрий такой не надо я старалась произвести максимально положительное впечатление на Игоря поэтому мне пришлось туда залезть в палатку полез тоже интересный комтент такой некий сляли 18 плюс возможно сблизывал нас и они там даже в дурака до 6 утра рубились и ты такой я люблю дурака я когда Нинтенд на свечу видел когда-нибудь а я уверен что там примерно то же самое было ты посмотри на Игоря если бы она была с Дмитрием наступного ранку Наталья Холоденко зустречается с ты смотри ну шо по***нись ну шо п***нись это чрезмерное количество взглядов чрезмерное внимание ощущение что тебе дали кулаком по лицу и у тебя отекли гу слышишь а чё это такая токсичная это прям это прям ты её защищал в начале я думал она нормальнее ну так скажи кто она такая по масте распредели всё Пика чу чу и там Виталий Пикер такой патимейкер а где когда появится мужик то этот который просто дефолт но всегда такой ха прекрасно а он за зеркалом стоит дрочит просто там знаешь такое двойное зеркало за которым не видно извиняйся опять за свои шутки простите ребят пожалуйста самые ощущения у меня другие а у тебя какие мне очень нравится их красить мне очень нравится их трогать и многие хотят их потрогать тебя видят люди в 3D эффекте ты себя не видишь во многих ракурсах чё это такое она прям токсично на неё наваливается понимаешь она такая ты красивая худая ты можешь поесть пирожки я пирожки тебе принесла начинай жиреть сегодня подожди реально она просто едет такая нет тебе так кажется ты а я такая ну пошла на ты реально я просто не понимаю смысл типа она же нормальная была мне говорили что они чересчур большие я видела некоторые недавно знаешь она такая типа ты понимаешь что у тебя огромные губы это ужасно тебе относятся как к проститутке и это неприемлемо на ножницы отрезаем я такая ужас блять я такая И ты говоришь, не ровно, не ровно, ааааааааа. Я просто все уже, крыша поехала, блин. Глядя, но у меня было все равно абсолютно, это левые люди в моей жизни. Они на себя вообще в зеркало смотрели. Но не хочу их сдувать. Почему ко мне все пристают к тем вопросам? Я упёртая, да. Не хочешь? Нет, не хочу. У меня жалко свои деньги. Ну хорошо, Женя, я для тебя приготовила… Ты мне хотел? Я не доел вчера, у меня 82 штуки осталось, я приготовил для тебя драники, кстати, здесь драники, да, вон национальное блюдо или как это? Конечно. Я такие драники в поезде ел, нереально вкусные. Да, ты гонишь. Реально. И стоили они 300 долларов? Нет, 400 рублей. Российских? Ну, перевести на российский, да, 400. Так это нормальная цена абсолютно. Очень вкусные драники, реально, заезжайте. Заезжайте в пласткарту. Нет, это реально в поезде драники были. Как ети тогда в поезд, ребята, все. Нет, поезд прикольный, реально, это вот поездная романтика, мне очень понравилось, я драники чеил. Эксперимент, который, я надеюсь, поможет тебе понять вот эту твою психологию бедности в отношении своих губ. Ты готова? Следуй за мной. Мы будем кушать. Я представлю, что там Дмитрий где-то лежит. Она такая поднимает, говорит, а вот и я. Я узнаю, что типа лежит на боку с сигаретой. У меня уже реально в голове только босс-молокосос в костюме Дмитрия. Да, да, да. У меня и других вариантов Дмитрия больше вообще. Как я люблю покушать, я внутри себя, конечно, держала надежду, что меня покормят. Морепродукты любишь? Да, божа. Отлично. Значит, я тебя сейчас порадую. Я до конца не понимала вообще, как связаны вообще мои губы и эти блюда. Мне было интересно, что же произойдет. Я уже есть хочу просто. Я уже реально, я вообще съел, блядь, стол. Я реально хочу есть. Я не могу это смотреть. Дальше. Женя, понюхай. Это чуть-чуть воняет, блядь. Ооо, что это вообще? Значит, я подумала, что устрицы залиты каким-то бальзамическим соусом. Но когда я услышала запах, вообще этот мерзкий, отвратный просто. Ну быстро, она молодец, говорит, когда услышала запах. Так правильно говорите? Ну, по-моему, так типа, ну да, вроде да. Но почувствовала это, типа, стандартно вроде как, но вроде как услышала. Ну, услышала так правильно. Короче, напиши, это без шуток сейчас. Сделайте какое-то пояснение, потому что реально интересно. Или можете с шуткой тоже какую-то добавить? Ну, можете шутку, да. Лучшую шутку, ничего с ней не будет. Просто жутите. Я лайк, ну ладно. Воню стояла просто жутко. Я не знала, что я туда себя деть. Фу, можно закрыть? Вообще, мне сейчас плохо станет. Женя, смотри, это испорченные устрицы. Я их не выбросила, потому что они дорогие. Настолько хотим есть, что я бы съел и испорченные. Я бы испорченные сожрал. Я бы с раковиной просто сожрал. Просто в туалете с раковиной. Так как и ты свои губы. Я же много денег на это потратила, значит, буду 10 лет их носить. Она просто хочет, знаешь, типа, чтобы она... В чем вообще, да, не понимаешь. Я не понимаю, в чем она... Она ужасно гизморалит, это абьюз просто. Она такая, типа, на, у тебя все хорошо, но это, блядь, не это плохо. Это ладно, потому что мы здесь говорим. Мы просто все это в шутку, чтобы вы посмеялись. Типа, так-то мы любим всех женщин. Особенно вот эту. А вот жирную эту не любим. Уже не любим, блядь. Она гизморальщица конкретная, мерзкая, противная. Ты бы ударил ее? С пыра. Да. Сдаётся, Женя не розуміє прямого натику Наталі. Чуть-то мне так жалко перевода продуктов просто. Это действительно стоит немаленьких денег. О, боже мой. Подожди, Женя, подожди. Хочу закрыть, фу. Какие красивые. Это, наверное... Вы издеваетесь. Дает просто понюхать испорченные продукты. И что? Суть в том, что, типа, это дорого, и это испортилось. И ее губы это дорого, и для вот этого... Я скажу так, я уже привык к ним. Нормальные губы. Типа обычные, ну, типа, чуть-чуть перекаченные, ну, типа, пофигу. Перекаченные, опять же, на первый взгляд. Но так общаешься, она такая добрая, типа, она даже не негативит. Она прикольная. То есть, знаешь, типа, у нее запросы из разряда, типа, я не хочу мужика бича. Да, и что, ну, да, и нору. Да, что такого. Мне нравится, как мы в конце передачи переобулись максимально. Вообще-то, я люблю тебя. Я готов тебя взять замуж. Знаешь, такая история. Просто, если сейчас сначала посмотреть, где-то, типа... Чё за банальная... Чё, господи, боже мой, тупая дура. Чего-нибудь есть как-то нормальное. Женя, пожалуйста, приезжай в Минск, поедим драников. Да, у нас реально очень добрый контент в конце стал. Тима, объясните, реально, услышала запах, да? По-моему, так. Такой максимально... У-у-у-у... Красивая девчонка, хорошая губа, неперекаченная. И вообще прекрасно выглядит. Ну, жалко же выбрасывать. Деньги-то заплачены. Кребетки настолько воняли. Я никогда в жизни не... Воняли. Воняли. Эти креветки воняли, yeah. Слышала вообще такого... Смердючего запаху. Это эксклюзив. Я думаю, что таких блюд ты никогда ни в одном ресторане не попробуешь. Только у нас. Да, да, это я уже поняла. Боже, можно это закрыть? Нет. А что ты еще любишь есть? Уже ничего. После этого уже ничего не хочется. Снюс. Снюс нормально. Я понимал, что дальше будет еще хуже. Фу, вообще. Но хуже этих опарышей. Ну, реально... Я бы схвал. Не знаю. Я бы уже забрал в сторону съем умерших. Я бы снял парышей схвал. Можно из АК нормально. На самом деле, да. Они же без вреда. Обычно. Это мерзко. Просто мерзко. Это не то, что мерзко. Это умерзитель. Не знаю. У меня опарыши не вызывают умерзения никакого. Ну, типа, просто микро-гусеницы какие-то. Ну, нет такого, что прям, ой, уберите фу. Да, да, да. Закрыть. Ну, действительно, фу. Я согласна с Натальей. Не все, что дорого, а имеет ценность. Вкусно или полезно, или красиво выглядит. Я вас поняла. Ну, типа, это к чему было? В чем посыл? Мне кажется, она и так не закачивала кислоту эту белоуроновую себе в губы. Ну, типа, что она выкачает ее. Просто, да, я не понимаю, типа, чего хотели добиться-то? Ну, типа, и чего? Ну, типа, можно было взять Наталью Холоденко, поставить, там, перед ней чан жира топленым сказать. Да, кстати, да, 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 это нормально. Это ж ты, блядь. Да, типа, и что? Финальна зустріч Жені та Игоря, де буде зроблено остаточный выбор, розпочнеться за мить. Я жду встречи с Игорем. Я волнуюсь, я подготовилась. Все, я без шуток уже реально к ней хорошо отношусь. Единственное, что мне не нравятся каблуки вот эти вот огромные. Слишком высокие, да, слишком высокие. Как будто бы стрипластиковые занимаются. У нее просто есть в голове вот эти вот эти банальные. Да, да, да. Я бы с ней поработал, в общем. Короче, она немножко деревня, но в целом она добрая. Вот так вот. Стрепитом платья. Я хочу быть на восьмите. I wanna be on top. Здравствуйте. I wanna be on top. Top is I wanna be on top. I wanna be on top, yeah. I'm in my fight for the show. I love dogs. Cat, window, skyscraper. C-c-c-c-scraper. Yes. А что такое c-c-scraper? Skyscraper. Что это? Небоскреб. Господи, учи английский. Все, смотри. Здравствуй. Прекрасно выглядишь. Спасибо, взаимно. Как поменялись твои ощущения с момента, как ты встретил Игоря на первом света? Сразу замразь, а. Посмотри, какая она симпатичная. Она такая вообще хорошая. Я конкретно про мисс Холоденко, нахуй. Ты только что ее усирала, а сейчас съестка. Ты прекрасно выглядишь. Это что, блядь, у них, что это, блядь, у нее, она тоже, она переобулась тоже. Да, 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 переобулась, да. И то, как он проявил себя на втором. Мои ощущения были неоднозначны. Игорь не был достаточно открыт и откровенен со мной. После второго свидания я сделала вывод, что Игорь очень простой парень. Я это оценила. Сегодня такой ответственный день, когда вы с Игорем должны принять решение, готова ли ты. Я, знаешь, под венец буду Диму вести. Типа, как отец такой. Отдаю дочь в итоге. Всегда, когда есть Дмитрий, мне уже прям хорошо. Реально, мой партнер Дмитрий. Ты понимаешь, мы два часа обсуждаем Холоденко, Дмитрий, диджей, кто там, прокоп, нахуй. МС-катафот. Катафот. Я бы хотела услышать ответ «да», но как это «нет»? Знаешь, как любая девчонка, я не знаю, чего я хочу, но, конечно, я хотела бы услышать ответ «да». Ответ классика, нормально. Доброго дня. Приветствую, Игорь. Первое впечатление, когда ты увидел Женю. Побачив ей такую фифу. С великими. Здесь она такая вульгарненькая. Слишком ее сделали. Здесь перевор вообще. Специально. Но тут мы еще не знали, она не раскрылась. Это важно тоже. А до этого Надя раскрылась. Где-то раскрылась, наверное. С великими губами. Знаешь, на кого она похожа? Есть фитнес-блогерша Катя Усманова. Да, да, да. Один в один вообще. Очень похожа. Есть моменты. Я только сейчас задумался. Я исполнил ее лицо точно. Честно говоря, я еще так сомневаюсь. Я хочу тебе просто пожелать одного. Говори то решение, которое принял здесь. Внутри. На разе. В желудке. Вот тут. Где принял. Я двойной пеппероник, когда заказываю, потом решение принимается. Вообще отлично. Макияжи в думках. Звучайно, чтоб хотелось почути так. Изважающе на свою виду эти. У нее с макияжи отличный макияж. А почему он в красных... Макосинах? Ну не в макосинах, ну и что это он? Что ты против имеешь красную обувь? Не, не имею против красную обувь. Вот конкретно Игорь в красную обувь. Это что-то уже несуразное. А вот если бы Дмитрий был в этих... Ну, когда меня заставили чистить казан, то вонючую рыбу. Честно, мне было неприятно. Мне нравится, как сначала музыка грустная, а потом, когда начинает его херачить, музыка такая... Это украинский монтаж, я называю. Они прям вообще волосы. Мне очень нравится. Это как сериалы, да. Игорь такой, да, мы издевались. Было хмуро. Я такая, да, да. Хотели еще порубать тебя на дрова тоже. Но... Мне очень было приятно, что ты рассмотрел во мне нечто большее, чем легкомысленную девушку. Куклу надутую, силиконовую. Ради тебя я постараюсь поменяться, стать проще и... О-о-о! Да, это реально круто. Она такая хорошая. Или ты хотел ее... Не, прикольно. Ну, молодец, милая девочка. Не, реально, да. И у меня прям поменялось отношение. Короче, я, да, я обувной мастер. Я переобулся, я согласен. Все. Ты знаешь, что мне решение далось нелегко, но... Ради тебя я готова сдуть губы. Че? Вот это, по-моему, поступило, это очень тупо. Так а зачем? За что значит сдуть? Он меня уже раздражает. Посмотри на его физиономию. Он вообще... У него... Он всегда... Еще вот это вот... А, пошел... Слышь, вот эта прическа... Транспортировался с Бали, блядь. Под грибами сразу приехал. Ход йога 36. Мой ответ тебе да. Ты даже радуется чуть-чуть. Какие красивые. Боже, оно еле застегивается. Ты не дыши, главное. Че? Я... Я спочатку думал, что ты такая лялька и... Кто? Лялька. Вот тебе, пожалуйста, ты мне говоришь новое слово. Требно только увага, бишь ничего. И гроши. И гроши. Она прикольная, капец просто. Хорошая девчонка в итоге. Она, знаешь, настроила из себя такую классическую, такую, типа супер крутую соску. Да, да. А по итогу такая, ну, типа, я хочу детей, я простая. Я готова меняться с дудь в обе, все нормально. Сходить к дудю. Ну, такая шутка прошла в конце. Такая, знаешь, была и была, да. Бывает, как говорится. Пролетает у каждого. У людей есть изъяна у всех, давай. Что за этой шермою ховается совсем другая людина. И то, что было на моем увидении, вот эта рыба, цей казан, это все было только для того, чтобы подтвердить, что за этой шермою... Я вот просто ни одного слова не понял вообще. И я також хочу сказать тебе так. Ах, ты ж хитрожопый. Чему? Я думала, это твои друзья коварные. И он такой, знаешь, сосется такой, губы не сдувай, бля. Сейчас шоу закончится, не надо. Да, 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 да. Сказала и сказала. Было да было. В одно ухо вылетело, в другое влетело. Всегда ждет Дима. Да, да, да. Обратная связь, честная. Мне не хотелось бы, чтобы они сходились, потому что я знаю, что он какая-то все-таки ехидная мразь. Она открытая и честная. А он смеялся над тем, как его друзья издевались над ней. Да, и он еще Диму на подмогу позвал. Да, это не очень красиво. Типа, иди мой чан. Что за издевательство? Девушка пришла на природу, надо ухаживать за ней, она моет чан. Нет. Ладно, согласен, баба все сама должна. Я имею в виду, тут нет ничего такого. Он проверял ее хозяйственность, насколько она будет податлива, понимаешь? То есть, типа, она ради него, в принципе, была готова на это пойти. Здесь важно то, что, типа, чистить рыбу, это одно, а идти с чаном в кусты, это другое. И что, помыть чан, в чем проблема? А он что, ее дрова попросил порубать или что? Ладно, согласен. Рано или поздно она расслабится и покажет ту себя, какой она есть, а она очень классная. Ну, прикольно, прикольно, мне нравится, классная девчонка. Вот так сердечко считается. Нет, подожди, подожди, Женя. Вот так вот. Короче, Женя, это тебе, мы тебя любим. Извини, если вдруг сначала была какая-то критика, понимаю, прости, пожалуйста, пожалуйста. А ты, Игорь, знаешь, что я тебе хочу сказать? Прическу поменяй хотя бы. Вот эти телепорты с Бали нам тут неинтересно. Сделайся нормальную прическу, ты спустись. На самом деле интересно посмотреть, что 4 года прошло на эту девчонку, что она сейчас делает. У Жени, у этого, у Игоря уже просто пакли вот такие. Да-да-да, у нее губы просто, значит, дубная лодка. Все деформировалось, блядь. Она устроилась пожарником, там, типа, у нее батут вместо губ, типа, используешь. Эльдар, это гипертрофированный юмор, особенно к концу ролика, он просто начинает рубить. Ребята, в общем, мы очень рады за нашу подружку. Да, Жене. Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что люди не меняются, и она, типа, любит бабки, и, скорее всего, также будет любить бабки. И люди не меняются, а где-то еще такое слышал. Это мерч у меня, скоро выйдет вторая часть. Вот. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Жени, там вышла следующая серия половинок. Очень, надеюсь, интересно будет. Мы еще и не сняли, но я думаю, что она будет очень интересная. Не надо думать, она будет реально нормально. Да, я думаю, что она будет очень веселая. Я говорю, вам надо три ролика, привыкнете, все. Нормально будет. Короче, Женя классный, он мне нравится, мне очень нравится с ним снимать, он очень веселый. Поэтому, пожалуйста, давайте его поддержим, подпишемся. Хороший комментарий какой-то написать надо, типа, ты высокий, я люблю высоких. Мне нравятся парни от 192, там, например, напишите. Именно от 192, да? Да, это типа, если парень ниже от 192, я даже с ним не общаюсь, даже говорить не начинаю. Короче, на самом деле, крутой опыт, я первый раз снимаю такой ролик, типа, длинный. И спасибо, Ильдару. Спасибо большое. Пожалуйста. Так что подписывайтесь на мой канал, на канал Жени. Было реально весело, расскажите. Все. Короче, спасибо, ребят. Да. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok